Жизнь свободная от долгов. И я, конечно же, расскажу вам, чему я взяла эту тему и что я именно с этой темой предложу вам таких городов. Десяточки я уже видела, что меня видно хорошо. Архитектор из Вильнюса. Здорово! Здравствуйте! Кто ещё у нас? Откуда? Давайте по времени разберёмся, что у нас будет происходить по времени. Значит, сегодня мы с вами поговорим на тему такую вот... С одной стороны, это когда мы, ну или кто-то должен, я не хочу говорить, что это вы должны, потому что кредиты, долги — это бич нашего времени. Многие люди играют в иллюзию процветания, ну то есть покупают сейчас, хотят заплатить потом, и это же иллюзия, и потом ночами не спят, переживают. Есть другая сторона монеты, это когда люди, желая кому-то помочь, либо желая получить высокие проценты, дают деньги в долг, и либо в какие-то пирамиды вступают, тоже их теряют. И есть ещё третья категория людей, которая тоже под эту тему очень хорошо вложится, тема про долги. Вы знаете, какие люди? Это люди, которые, с одной стороны, отдают за бесценок свои услуги, продукты, делая из других людей, должников. Либо же другая сторона этой монеты, это когда человек ищет только бесплатное по принципу, что ему весь мир должен, и возмущается, почему кто-то за свои услуги просит деньги, желая получать только даром. Вы знаете, сейчас модно там складчину, что-то приобретают вообще, где-то там подворовывают в интернете, и люди не понимают, что таким образом они тоже из себя делают должников. То есть, по сути, мы вот сегодня на эти темы поговорим. Вам вообще тема интересна, судя по тому, что вы пришли, да? Так, я смотрю, откуда вы? Здорово, из разных городов, классно. Скажите, пожалуйста, вот я рассказывала о четырёх категориях людей, и кому будет интересно то, что я сегодня расскажу и то, что предложу. Вы к какой категории себя относите? Если у вас ситуация, что вы никому не должны, вам никто не должен, вы приобретаете то, что вам хочется, оплачивая сполна, сколько это стоит, то есть не нарушая баланс, и вы не отдаёте свои продукты за бесценок, то есть у вас всё в порядке с этой темой? Давайте я посмотрю, что вы пишете. У меня, наверное, чат запаздывает, да? Скажите, пожалуйста, что именно из того, что я сказала, относится к вам? Есть ли у вас долги, либо вам должны, и действительно ли вы можете сказать, что у вас с этой темой Валентина пишет всё, что значит всё? И вы должны, и вам должны, и себя продать не можете, ко мне второе. Да, есть долги, пишет Ирина. И вот знаете, тут вот так, что-то плюс имеем, есть долги, в ходе войны, и в ходе войны, после накопилось много колональных и личных долгов. Понятно. Мне долги важны. Ну и как вы думаете, кто в этом, как говорится, не прав? Я не люблю слово виноват. И что вы собираетесь с этим делать? Это у меня такой вопрос. Знаете, есть такой принцип, когда люди кого-то обвиняют. То есть как вы думаете, кто в этом виноват, кто не прав в данной ситуации? И что делать-то вы собираетесь с этим? Ну, пока вы пишите, я смотрю, что не все меня знают. Давайте немножко тогда сама виновата, что делать не знаю. Вот так, платить ещё, выход. Ну вот, Валентина, что сама виновата, что делать не знаю, сразу я, Лена пишет, я не права. Смотрите, от того, что, почему я этот вопрос задала, мне интересно, что вы отвечаете, как вы на него отвечаете. Вот насчёт того, что я сама виновата и что делать не знаю, это, ну, вы знаете, такой вот ответ, такая мысль, которая вообще ничего не даёт. То есть я сама виновата, это чувство вины копится, чувство стыда, чувство на себя, обиды на мир, и плюс, что делать не знаю, это ступор такой. То есть это, знаете, такая ситуация, когда я за это ругаю и в то же время я выход не вижу. Следующий ответ ищу, платить. Ну, с одной стороны, платить, да, но в каком состоянии вы будете это делать? То есть можно это погашать в состоянии ресурсном и привлекать такие доходы, которые позволят вам действительно завершать эту ситуацию. Вот насчёт ещё выход пишет Лера. И Лена пишет, я не права. Ну, права, не права, но это уже сделано. То есть, знаете, это вот опять же массовая вот эта вот такая вот истерия. сейчас же постоянное объявление везде и на всех остановках, во всех газетах. То есть, купи сейчас, ты достоин этого. Знаете, такой вот треггер, ну, я говорю сейчас именно для тех, у кого накопились кредиты, долги. То есть, знаете, вот такой треггер, который запускает вот такую истерию, ты этого достоин. То есть, да, зачем потом? Купи сейчас или поедь отдыхать сейчас, приобрети ты вот эту самую бытовую технику прямо сейчас, а заплатишь потом. То есть, вроде бы всё классно, но почему-то потом недовольство собой, почему-то потом по ночам как-то спать не очень приятно, и почему-то вот это вот процветающая жизнь не такой уж процветающей-то вот смотрится и видит. И почему люди, я сейчас говорю, обращаюсь к тему, почему люди вообще это делают? С одной стороны, можно сказать, что это безответственность некая такая, с другой стороны, финансовая безграмотность, а с третьей стороны, нужно подумать, какое внутреннее состояние побуждает вот это вот делать, то есть, участвовать в этой пропаганде, то есть, по сути, когда человек так поступает, вот куплю сейчас, отдам потом, берёт кредиты, создаёт долги, это ведь ситуация, она подразумевает зависимость, я не знаю, понравится вам или не понравится такое выражение, вот состояние денежного рабства, когда, допустим, человек что-то купил, три дня порадовался, а потом понял, что ему пять лет или два года или десять лет в этом рабстве находиться, потому что вроде ты получил, купил что-то, порадовался, да, и я не скажу, что вообще все долги, все кредиты плохие, то есть, если, допустим, человек берёт кредит для того, чтобы получить прибыль, ну, минимум 20%, это тогда имеет смысл, но когда люди берут потребительские кредиты, для того, чтобы куда-то поехать, для того, чтобы свадьбу сыграть, всех удивить, для того, чтобы купить вот эту самую мечту, и, знаете, по сути, что они делают, то есть, любые потребительские кредиты, это есть такой вот процесс, когда, по сути, вы для того, чтобы вот это вот приобрести, ну, ничего не сделали, да, то есть, нет искусства сберегать деньги вообще, и мы сегодня поговорим об ошибках люди делают и почему они создают, то есть, вот причина вроде бы, да, безответственность, безграмотность, а с другой стороны, она лежит гораздо глубже, и если посмотреть, какое состояние способствует, внутреннее способствует тому, что человек бежит и покупает вот это вот самое, вот долг, это, знаете, состояние такой внутренней пустоты, когда нет вот этого изобилия, вот этой энергии внутри, когда хочется снаружи вот что-то такое приобрести и почувствовать вместо внутренней пустоты себя какое-то время значимым, да, вот таким особенным, то есть, я же этого достоин, то есть, триггер, который запускает вообще вот этот процесс, и также, какие ещё бывают чувства, вот когда люди бегут и это делают, когда есть желание не отстать от других, то есть, все покупают, а я что, хуже, что ли, или все вкладывают в эту пирамиду, я что, хуже, что ли, и просто я говорю сейчас, чтобы вы призадумывались, в каком состоянии вы вообще это делали, то есть, вот когда вы приобретали, то есть, что вы заранее подразумевали, что вы получите прибыль, либо вы хотели получить, вот сейчас, знаете, вот заткнуть эту пустоту, что-то такое приобрести, не думая о том, что вы, в принципе, создаете баланс. Ответьте мне на этот вопрос, если у вас есть долги. Так, виновата сама, ну вот насчёт виновата тут не надо, как раз выходить из этого замкнутого круга нужно, потому что создаётся чувство вины, чувство студа, злости на себя, и это состояние, которое, знаете, Лариса, оно помогает рассчитываться, но радости-то не добавляет жизни. Кодирование, реклама, Лера пишет, туда нашли виноватых. Я брала кредиты на обучение, лечение, обучение ещё не накопилось. Ну, обучение, это инвестиция в себя, то есть, наверняка, вы обучались для того, чтобы это монетизировать. В принципе, это нужно делать, и в то же время, знаете, есть такой вот закон денежный, он звучит так, что деньги нужно заработать, изберечь ещё до того, как они понадобятся. Но у людей есть много денежных убеждений, таких с двойным дном, когда, ну вот им нужно что-то, вот обучиться, нужно и на лечение, ещё на что-то, и есть только одна дорожка пойти и занять. А почему вы не думаете о том, что их можно заработать, эти деньги, и заработать ещё до того, как они вам понадобятся? Вот вы об этом не думали как-то? Да я про то, что никто этому не обучает, то есть финансовые мудрости никто не обучает. И, конечно, если бы вы это преподавали в школах, умение обращаться с деньгами, законы денежные, и о том, что такое инвестиции, тогда бы люди сейчас так не переживали. И сейчас смотрю, что вы ещё пишете, Ирина пишет безысходность, невозможность другим решить свои проблемы. Да, долги — это изощрённая форма рабства. Спасибо, Николаус, что вы это написали, потому что, по сути, это состояние такой вот зависимости. Светлана пишет, болезнь приходит неожиданно. На самом деле, мы всё сами, Светлана, создаём. И, знаете, даже вот зима тоже приходит всегда неожиданно. Мы знаем прекрасно, что будет зима, выпадет снег. Я вот сама из Екатеринбурга, и каждый раз у нас зима происходит неожиданно. Вот вы тут пишете. И, конечно же, нужно заниматься собой. То есть, можно себя полюбить на пять минут, чтобы заполнить вот эту вот пустоту. Вот купиться на это, я же этого достоин, либо, значит, создавать вот эти вот неожиданности для себя. А можно это всё, знаете, создавать, то есть начать управлять своей жизнью и своими делами для того, чтобы это всё формировать, а не с обстоятельствами. Я почему вам такие вопросы задаю? Чтобы вы призадумались и поняли, что вас привело к такой ситуации и приняли ответственность за неё. И есть две новости. Одна плохая, что вы сами за это отвечаете. Ну, то есть, ни на кого вы не можете переложить вот эту ответственность, потому что вы сами принимаете решение, сами выбираете, что делать и как делать. А хорошая новость заключается в том, что есть выход из этих ситуаций, и он лежит в плоскости, что нужно менять, что нужно менять вообще стиль взаимоотношений с деньгами, нужно за себя план, и план не только вот как это всё погасить, а так, чтобы и себе оставалось, и так, чтобы, в принципе, можно было дальше создавать изобилие. И об этом мы тоже поговорим. И я не хочу вас сильно разбередить, но я хорошую новость приготовила, которая заключается в том, что можно всё это начать менять. Вот так вот, что вы просто что-то прослушали, или что-то сделали, легли спать, утром проснулись, у вас нет, так не получится. А вот то, что вы утром проснётесь, например, в другом состоянии, и вы будете знать, что делать, и вы будете из любви к себе это завершать, понимая, что за свои поступки нужно отвечать, и вы будете знать, как, и вы будете знать, что делать. Это совершенно другое состояние. Я сейчас посмотрю ещё, что вы пишете. Даже войну, я получается, не поняла, что вы пишете. Здравствуйте, Ирина. Так, вот это вот безысходность, Ирина ещё пишет, невозможность другим способом решить свои проблемы. Это про то, что кто создаёт, Ирину, вот эту безысходность и невозможность решить своим, другим способом проблемы. А если я, Ирина, скажу, что это всего лишь ваше убеждение и что это не истина, что не все люди живут в безысходности и не все говорят, что невозможно решить свои проблемы. Здесь Лера пишет даже так, что мы выбираем ситуацию. Лера, а если я вам скажу, что да, вы сами выбираете, где жить и в каком месте воплотиться и в какое время? Раиса пишет, да, надо взять очередной кредит, чтобы пойти на тренинг в заколдованный круг. Ага. Почему, Раиса, вы отстаиваете, что нужно взять очередной кредит, чтобы пойти на тренинг? А как на счёт того, что можно деньги заработать, чтобы пойти на тренинг? А как на счёт того, что это только лишь ваше убеждение, что для того, чтобы пойти обучаться, нужно, есть только один способ пойти и взять кредит? То есть, я переубедила себя и не считаю. То есть, вот смотрите, вы сейчас что пишете в чат? Вы пишете свои убеждения, вы пишете свои установки, которые именно и привели к такой ситуации, в которой вы находитесь. Так, я переубедила себя и не считаю, что я должна. Ну, понятно, ищу работу, чтобы заработать, других нет возможностей. То есть, вот вы пишете других нет возможностей. Так, переубедила себя и мне стало легче. Не считаю, что я должна. Ну да, есть способы, знаете, сейчас следующий такой триггер запускается, и я вижу в рассылке, когда пишут, что вы хотите разбогатеть, влезьте в долг. То есть, сейчас создаются какие-то компании, знаете, вот на людях, которые действительно запутались эмоционально и материально, и создаются компании, которые предлагают вот людям залезть в кредиты, другим кредиты предложить и всем вместе, как говорится, выиграть и разбогатеть. Я просто хочу вам сразу сказать, что, во-первых, не делайте этого, потому что это ловушка, это вас еще больше запутает, а с другой стороны, не ищите таких вот способов, которые вам кажутся легкими. Почему? Потому что это ловушки, это еще больше усугубляет ситуацию, и не пускайтесь во все тяжкие обучаться, вот многие люди, у которых долги, кредиты, они бегут обучаться тому, что, в принципе, не является их задачами, что не является тем, что они делают хорошо, обучаться торговле на Форексе, хотя совсем не их, не задачи, их души, бегут изучать опционы по банкротству, еще какую-то ерунду осваивают, а если я вам скажу, что для того, чтобы все это распутывать, для того, чтобы ситуацию эту менять, у вас есть все под носом, у вас есть у каждого свои способности, свои таланты, у вас есть дело, которым вы занимаетесь, которое можно просто начать делать лучше, либо если у вас работают, то это всего лишь ваше убеждение, что вы никому не нужны, и что в таком-то возрасте, либо вот в такой-то специальности берут, либо в таком-то месте заработать невозможно, территориально, если я вам скажу, что это лишь ваши ограничения, за которые вы почему-то цепляетесь, сейчас посмотрю, что вы еще пишете, я заплатила кучу денег, чтобы юристы разгребали мои завалы, прошло полтора года, и снова звонки начались, дорогая Маришка, никто за вас не решит то, что нужно решать вам, Раиса пишет, я поэтому просто сижу, не поддаюсь, слушаю, что могу пока, бесплатные вебинары, Раиса, я не для того вот этот вебинар провожу, чтобы вы в кредит купили то, что я предлагаю, у меня на самом деле будет вам предложение, я буду проводить живой онлайн тренинг с 22 по 28 октября, он называется «Жизнь свободная от долгов», я могу помочь тем, кто сам хочет себе помочь, вот, и в то же время я не приглашаю на этот тренинг на всех, и никогда не скажу, возьмите очередной кредит, чтобы пойти на мой тренинг, но я его создала вот именно для того, чтобы помочь людям очень глубоко эту тему проработать, потому что, друзья, вот то, что мы пока одну ситуацию разбираем, когда люди должны, когда у них есть долги и кредиты, и я вам могу сказать, вот послушайте меня сейчас внимательно, что вот эти материальные долги и кредиты это всего лишь следствие, причина лежит гораздо глубже, во-первых, она лежит на разных уровнях, вот уровень такой корневой или базовый, это все вот ваши убеждения, которые сформировались в момент вашего взросления, это все, во что вы поверили про деньги, но это всего лишь поверхностный уровень, есть еще уровень генетический, это все, что вам предки передали на эту тему, если есть там какие-то программы зависимости рабства, то человек будет совершенно неосознанно, вот бессознательно создавать себе новый вид рабства, вот сейчас же нет рабовладельческого строя, но человек будет создавать зависимость для себя, не свободу, а вот такую денежную, и также есть еще у нас уровень прошлых жизней, так называемая карма, исторический уровень, когда все переходит, вот тоже, опять же, программа зависимости, вот эта вот кажущаяся, вроде бы, безответственность, она, причины ее лежат глубже, ну и плюс еще у нас есть уровень души, который, знаете, о чем? Он о том, что люди на, опять же, бессознательном уровне создают себе проблемы денежные для того, чтобы себя чему-то обучить, бывает так, что люди через такие вот финансовые запутанные ситуации приходят к Богу, либо начинают ценить что-то, то есть, знаете, на самом деле все гораздо глубже лежит, и я потом расскажу и приглашу вас, конечно, но ни в коем случае я не буду использовать никакие триггеры, что вы этого достойны, что это нужно делать, я возьму тех, кто действительно чувствует резонанс, и для тех, кто понимает, что для того, чтобы эту ситуацию разрулить, нужно обучиться тому, чему вы не обучались никогда, то есть, нужно заглянуть глубже гораздо и посмотреть то, что вы не осознаёте, потому что, да, можно составить план по выплате долгов, можно, значит, начать это делать, это шаг, но в то же время нужно вот эти вот причины тоже прорабатывать, то есть, создавать другое состояние, другую энергию, почему я это знаю, и почему я об этом говорю, потому что я прекрасно понимаю вас, у кого вот есть запутанность такая, у кого есть долгие кредиты, потому что я когда-то сама это всё имела, и, скажем, в 98-м году, ну, конкретный пример приведу, когда был дефолт, так называемый, я осталась во время этого дефолта с кучей денег, которых я была должна, и причём в валюте, то есть, в таком минусе осталось, что просто, знаете, мысли были самые-самые нехорошие, то есть, и страх, как я буду жить дальше, и вообще вот эта вот тема финансовая, она мне приносила только боль, разочарование, и также, если говорить о другой стороне, вот, должествование, были у меня ситуации, в общем-то, я сейчас ещё решаю две такие ситуации, когда я давала в долг, и когда я не понимала, как это работает, то есть, какие процессы происходят энергетические, я тоже очень много в сторону тех людей, которые меня подводили, расходовала энергии, и злилась на них, и обижалась на них, и вообще обижалась на весь мир, то есть, я понимаю это всё, и я не просто придумывала этот тренинг, потому что мне, ну, не придумывала, зала, что мне там, скажем, кредиты надо закрывать, или у меня семеро по лавкам, я просто понимаю, что нужно делать, куда смотреть, и как можно это всё отпускать, и совершенно другое состояние получать, и если кто-то захочет, я готова вам помочь, вот, но ни в коем случае не буду вас призывать, что вы это должны делать обязательно, это вам решать, просто, знаете, иногда полезно всё-таки тут понимать, что во что вы инвестируете, то вы получаете, то есть, если человек инвестирует, скажем, в торговлю на Форексе, да, его обучают, как это делать, в контексте, если человек инвестирует в процесс того, как он может жить свободным от долгов, то есть, само намерение, то он получит такой результат, если человек инвестирует в ключи к финансовому изобилию, он получает эти ключи, нужно понимать вообще, чего вы хотите, и, конечно же, мы сегодня ещё с вами будем делать манифестацию, которая вас поведёт к решению ваших задач, но манифестация без очищения от программ, которые создают долги, о которых я уже немножко говорила, и без новых знаний, без действий не работает, то есть, просто сидеть и медитировать, долго придётся сидеть и ждать. Я сейчас посмотрю, что вы ещё пишете. До войны был бизнес, всё одним махом провалилось, плюс на полгода травмировалось. Ну что, Лер, ты можешь дальше это оплакивать, я понимаю, это травма, я понимаю, что это тяжело, но ты можешь сейчас застрять в этом, а можешь пойти дальше. Ничего, что я на ты. Раиса пишет, я решила, что обязательно буду у вас учиться, вот найду работу два месяца уже, ищу из первой зарплаты сразу к вам, одна не пройду. Мне созвучно, что вы говорите, я не заметила, как набрала кредиты, у меня их было, у меня их восемь, было одиннадцать. Я поняла, что одной не выбраться, нужна помощь. Вы знаете, когда есть вот эти вот неосознанные программы, говорю, рабство, зависимости, когда не проработаны какие-то вещи, тогда человек может только вот так вот жить, перекрывать один кредит другим, когда есть вот эта несвобода внутренняя и не запутываться, здесь нужно гораздо глубже смотреть, друзья. Я же не просто так заговорила, что можно волю собрать в кулак, но есть смысл посмотреть, чему это происходит. И я вот вижу, что меня не все знают, я, знаете, так начала сразу с вами общаться. Почему? Потому что я обычно начинаю свой мастер-класс с того, что я рассказываю о себе, и мне как-то женщина написала письмо, что вот всё время вас слушают и о себе говорите, да о себе, при всём уважении к вам, вот сколько можно да о себе говорить. Ну и я сейчас решила больше говорить о других людях, то есть о вас, кто пришли, то есть понимать, что вы хотите, зачем вы пришли. И в то же время наверное представиться будет уместно, потому что Галина Посмиритес, она сегодня не сможет выйти, вы привыкли ведь, что она всегда открывает мастер-класс и представляет спикера, но она сегодня мне из Нью-Йорка позвонила и сказала, она в Нью-Йорке живёт, позвонила и сказала, что она не сможет, потому что у неё там какой-то сбой произошёл, и что мне нужно будет самой себя представить, поэтому я давайте это сделаю всё-таки, и кто меня не знает, сегодня тема у нас «Жизнь свободная от долгов», и я уже говорила, что мы с вами поговорим, может быть, вы какие-то инсайты вынесете с этого мастер-класса, я буду очень рада, что я была для вас вкладом именно в вашу жизнь, в вашу судьбу, может быть, кто-то пойдёт тренинг проходить, если вы созрели, и вы готовы, потому что пройти тренинг, это не значит, как я уже говорила, завтра встать полностью без должествования, но это значит обрести все внутренние ресурсы, проработать те дыры, блоки, которые это создают, и начать всё это завершать, то есть вот какое даю я обещание, на то, что случится чудо, и вы проснётесь совсем без этого, я такого не обещаю, на то, что у вас будут силы, и будет любовь к себе, и будет состояние, знаете, как состояние, ну, вы, может быть, сейчас на меня рассердитесь, но если вы полюбите свою ситуацию, если вы увидите в этом для себя обучение и любовь в этом, вы очень быстро начнёте с ней справляться, вы можете на меня ещё раз говорю рассердиться, что как она такое может говорить, но любая ситуация или та же самая карма, о которой говорят, это инструмент любви, и если увидеть в этом эту любовь, если её использовать, если с ней войти в резонанс, то вы очень-очень-очень быстро ситуацию решите, вот я уже начала себе говорить, что я в 98-м году подошла с очень большой суммой к этому дефолту в валюте, в долларах, и я не буду рассказывать, что произошло, я не хочу историю жертвы рассказывать, но, знаете, когда я сидела и плакала, знаете, мы обычно вопрос задаём, за что, за что, да, то есть, вот я застряла, а потом я задала вопрос по-другому, для чего мне это, и я увидела такие, знаете, вот события совсем не из этой жизни, то есть у меня картинки пошли, я увидела, что же происходило между мной и вот этими людьми, благодаря которым я оказалась вот с таким долгом во время дефолта, я увидела истинное кружево событий, и я это отпустила, я поблагодарила за то, что так мягко я обучила себя и так мягко завершила, то есть вот эти кармические вещи, и после этого я очень быстро, я очень быстро эти деньги вернула и начала становиться человеком процветающим, то есть почему я об этом сейчас рассказываю, потому что есть на ту причину, что мы что-то создаём, то есть когда я рвала волосы на голове, не только на голове, ничего не происходило, когда я посмотрела глубже, к чему это произошло, и когда я это полюбила, я поняла, что это самое лучшее, что могло произойти, это начало решаться, и я со многими людьми на эту тему работала, и когда меняется мировоззрение, когда на глубинном уровне понимаешь, в чём здесь для тебя любовь, начинает всё меняться, то есть вот услышьте, пожалуйста, друзья, сейчас посмотрю, кто-то что-то в скайпе написал, я не просто смотрю ваши вебинары, ищу способы, здорово, Лен, молюсь той молитвой, которую вы давали, да, здорово, что вы что-то делаете, но тут смысл, что что-то можно делать, но тут главное не что-то делать, а делать то, что будет вам ситуацию-то решать, вот, и не что-то, а делать конкретные какие-то вещи, ну, то есть правильные в данной ситуации, всё-таки давайте я представлюсь, потому что кто-то меня не знает, и я ещё раз говорю, что сегодня я рассылку по своим подписчикам не давала, и мне даже интересно было посмотреть, а сколько же придёт без моей рассылки, чтобы понять, насколько активны мои подписчики, ну, интересно понаблюдать, вот, и это нисколько не умаляет, ну, то, что я вам благодарна, что вы проводите это время со мной, и то, что вы действительно хотите осознавать вот эти вот вещи, то есть хотите действительно сами себе помочь, и я практикующий психолог, тренер, коуч, и я специалист по созданию баланса материального и духовного изобилия, то есть по сути моя ниша это изобилие духовное и материальное, если это можно назвать нишей, и это очень интересно, то, что я изучаю, то, чем я делюсь, потому что для того, чтобы создавать материальное изобилие, нужно всё духовное изобилие, которое у вас есть, себе признать и начать использовать, то есть все эти таланты, ресурсы, все эти способности, которые у вас есть, их нужно раскрывать, и тогда вы справитесь, потому что если вы сумели создать для себя такую ситуацию, то знаете, что вы можете создать другую, просто вы об этом не думали, и я в своих тренингах онлайн применяю инструменты, являются достаточно мягкими и в то же время мощными, я применяю и методику петтохиллинг, и технологию РПТ, и много ещё чего, вот то, что я знаю, и Айкем, это не фамилия, это псевдоним, так, смотрю сейчас, что вы ещё пишете, жду рассылочку, вебинары, в ютубе посмотрела, фотографии потрясающие, спасибо, мы ваши, ну здорово, и Галинин, и мои, значит, Айкем, это не настоящее имя, потому что здесь есть люди, которые меня первый раз видят, и это для вас, что это место силы, это Алтай горный, это подножие Белухи, я получала очередное посвящение от пространства, то есть я получила от пространства это имя, и у меня были разные духовные имена, и я получала Саньясу в канале ОШО, Саньясу у пилота Бабы в ордене гималайских йогов, и у меня были разные имена, я была то Мадья Валила, то Мшанти, то Лакшми, и вот Акем, я решила уже Акем так Акем, а по паспорту я Байкова, слухобойки, вот, и это вот Акем тоже, и вы знаете, вы будете смеяться, но вот в таких местах, где вообще нет ничего денежного, здесь нет киосков, я училась изобилию, это интересно очень, и училась тому, как создаётся, очень классные места, и периодически я ходила, ну, что-то, несколько лет, восемь лет я ходила, людей водила в эти места, и когда ты можешь позволить себе в такое место прийти и почувствовать, кто ты, что ты, куда тебе, это, знаете, это большое благо, потому что некоторые люди, они, ну, настолько заморочены своими проблемами, ситуациями, что они такого себе позволить не могут, а это очень полезно послушать себя, почувствовать вообще, кто ты на самом деле есть и что ты хочешь. Вот я на Алтае такой опыт получала. И я также большой любитель Индии, я каждый год бываю, когда у нас в Екатеринбурге холодно, январь, февраль я провожу всегда в Индии, потому что, во-первых, я люблю в это время в лете оказаться, а во-вторых, это страна, которая мне очень близка, которую я люблю, но, конечно, после России, после Екатеринбурга, то есть это такая страна, в которой ты можешь просто быть, и я здесь проходила разные опыты, я училась в этой стране не бояться остаться без денег, потому что у меня как-то была ситуация, кстати, когда я приехала в Индию, самый первый раз у меня была такая ситуация, что я людей, которых привезла, не смогла поселить, не смогла вовремя отправить, и я все деньги, которые были у меня, вложила, чтобы им было комфортнее, и, конечно, мне их никто возвращать не хотел, и я осталась совершенно без денег, то есть я понимаю, что я прорабатывала тогда, и, знаете, это было сначала страшно, потом я получала опыт, как не бояться остаться без них абсолютно, потому что если какого страха нет, тогда ты начинаешь имя управлять, понимаете, когда есть страх остаться без денег, это, опять же, программы рабства и зависимости внутренней, очень глубинной, и тогда ты от них зависишь, тогда они тобой манипулируют и управляют, а можно по-другому выстраивать эти энергии взаимоотношения, и я получала здесь такой вот опыт, и могу вам сказать, что мы никогда не остаёмся без изобилия, потому что, может быть, вы замечали, когда у вас какие-то ситуации, то что-то происходит, кто-то вас соглашает на ужин, кто-то вам что-то дарит, то есть всегда мир о нас заботится, и по поводу Индии ещё следующий слайд, люблю я, правда, эту страну, и, знаете, кто-то говорит, что это нищая страна, я вам могу сказать, это опять же зависит от того, как мы смотрим, я считаю эту страну очень изобильной духовными и материальными тоже, такое изделие фруктов, овощей, красоты, свободы, благости, поискать ещё придётся, поэтому я после России вот любитель Индии, тоже из Индии, сейчас я ещё немножко себя представлю, а потом мы вернёмся к нашей теме. Значит, почему я беру темы денежные, потому что у меня был, ну, денежные темы изобилия, потому что у меня было много этому посвящено, то есть поиску, куда мне, либо в духовное, либо в материальное, и я пыталась выбрать какое-то время, и даже в какой-то момент хотела материальное всё оставить, то есть принять ортодексальную саньясу и вообще перестать думать о деньгах, но в то же время я приняла семейную саньясу пилота-бабы, которая позволяет иметь семью, позволяет заниматься бизнесом, и когда я не знала, как в социуме вот эту вот духовность приложить, я попросила себе мастера, который бы меня этому научил, и в мою жизнь пришёл суфийский мастер Кудус Альбухорий, вот я с ним стою, я с ним познакомилась с самого первого тренинга, он назывался «Энергия денег», и я была очень удивлена, что можно вот эту тему «Делание денег» делать духовной практикой, то есть через развеи, и через работу над собой, и я у этого мастера постигала вот азы вообще, как с деньгами взаимодействовать, и очень ему благодарна. Это потрясающий мастер, его называют просветлённым, и в то же время он успешен и богат, то есть у него есть чему учиться, и я ему благодарна, и на своих вот курсах я тоже делюсь тем, чему у него научилась, то есть он создал технологию метаписмента, это искусство делать себя здоровым, счастливым, богатым, процветающим, успешным, и низкий поклон этому мастеру, потому что он действительно помогает людям перед себя, помогает создать такое состояние, то есть такое энергопотенциал в себе обнаружить, который позволит любые ситуации решать, то есть не в унынии сидеть, а действительно себя раскочегарить и создавать то, что ты хочешь, вместо того, чтобы застревать в том, что тебе не нравится. Сейчас посмотрю опять, что вы пишете. Да, очень трудно понять, что ты разаботиться обо мне. Раиса, дорогая, на самом деле он заботится о тебе и то, что в твоей жизни происходит, это самое лучшее, что тебе надо. Когда ты это поймешь, твоя жизнь будет меняться. У меня только стол и одежда частично своя, остальное дареное. Ну, видишь, Маришка, ты это понимаешь. Я бы пошла к нему тоже учиться. Раиса, пошла, только вы мешает. Он мне обучает бесплатно. Ну, это я к тому, что вы мешает. Ну, вообще у меня большой дом, много земли, машины, семь лошадей, два ребёнка, всё. Маришка, как классно вообще, что ты осознаёшь, сколько же у тебя изобилия. Это же, знаете, опять же, как смотришь, понимаете, друзья? Если видишь везде нехватку и страдания, вот как Раиса пишет, да, я бы пошла если бы взял, бесплатно он не учит, понимаете? А если начинаешь видеть любовь во всём и даже в своей ситуации, в которой ты находишься, тоже любовь, забота. То есть, пока человек говорит, я не знаю, я не умею, мне так всё плохо, мир ходит на цыпочках, человек хочет получать такой опыт. Когда вы начинаете видеть, насколько мир вас любит и понимать, что вы эту ситуацию с долгами создали сами, чтобы через неё чего-то себя обучить и понимать, что здесь есть большое благо в этом, то у вас начнёт решаться всё. Я не просто так эти вещи говорю, вот, знаете, это я с позиции духовных законов денег говорю. И Раиса, которая пишет здесь жалобы в чат, я очень себя понимаю и в то же время я не хочу тебя поддерживать в твоей слабости. Я не для того обучалась у мастера, например, и не только у него, для того, чтобы поддерживать тебя в твоей слабости. Почему? Потому что ну давай я вместе с тобой буду страдать и что ты хорошего получишь и чему ты сможешь научиться, обучиться. И здесь вопрос заключается в том, что на чём мы концентрируемся, то мы и получаем. И дорогая Раиса, посмотри, что у тебя хорошего-то есть. И знаете, долги материальные — это очень мягкий способ человеку обучиться чему-то. Знаете, некоторые выбирают способы пожёстче, через тяжёлую болезнь, через несчастные случаи, через потерю близких. Я почему говорю, потому что есть такая фраза, она звучит так, если ты думаешь, что тебе плохо, это совсем даже не значит, что тебе не может быть ещё хуже. Задумайтесь, друзья. И я не просто так говорю, что нужно сфокусироваться на том, что хорошего в этом. Хотя пока вы на этот вопрос можете саботировать, отвечать. Но в этом тренинг вы много-много получите от того, что вы имеете энергии, и эта энергия, другая её, другое качество, ваше другое состояние позволит вам решить эти ситуации. Потому что ещё раз говорю, что раз вы их создали, вы можете создать что-то другое. Вы просто забыли о том, кто есть на самом деле, друзья. Это те, кто жалуется в чат. Так, это я так по привычке, ну, я уже проходила через карму очень, ну, Раисонька. Дело в том, что карма это то, что мы создаём сами. Вот, кстати, вот этот мастер сказал, хотите, он сказал, открою вам страшную тайну, прям страшную. Ну, так посмеялся, сказал, что 100 тысяч долларов сдайте. Ну, мы поняли, что это шутка. И он сказал, что тайна заключается в том, что карма и есть вы. Вы сами и есть ваша карма. Каждая ваша негативная мысль о себе и о своей карме создаёт вам негативную карму. То есть каждая ваша жалоба, каждая вот эта карма у меня не очень, у меня всё так плохо, я никудышный, я там тупень, или я там не умею с деньгами, или у меня вообще там трынгец, создаёт вам вот этот трынгец. Каждая мысль, каждая вот такая эмоция. И каждая ваша мысль позитивная, каждая ваша эмоция благодарности, любви создаёт вам классную карму. То есть примите ответственность за то, что вы и есть ваша карма. Это я удивлюсь тем, что мастер говорил. Маришка пишет, у меня есть знакомая женщина, её обманули, она потеряла всё, бизнес, квартиру, сын в тюрьме, много людей предлагают деньги и помощь, а она выбирает, принимает избирательные порядочности женщины, иногда зову с собой в театр, очень обмануло, вообще не жалуется. Дело в том, что у этой женщины, Маришка, у неё хватает мудрости, вот я прямо вот сейчас её немножко так считываю, про которую написала, у неё хватает мудрости понимать, что это должно было произойти, то есть что это то, что она контракт, таким словом, то есть есть такие вот понятия, как контракты, то есть это то, что должно было произойти, и эта женщина на глубинном уровне, она это понимает. Вот, значит, у кого, то есть я это применяю в своих тренингах, вот то, чему мастеру научилась, это я вам рассказываю вообще, что я делала, кого я обучалась, чтобы вы понимали, что я не просто там вот как самоучка какая-то, там три книжки прочитала и разгоняю что-то. Также я обучалась технологии РПТ у Саймона и Вет Роуз, это вот фотография слева, а потом продолжила у Саймона, автора технологии, что это такое, меня иногда спрашивают, что же такое РПТ. Я, сегодня только, друзья, прошла тренинг у Саймона Роуза «Исцеление женственности» он называется, и он проходил четыре дня в Екатеринбурге. И что же такое РПТ и о чём вообще это, и для чего это нормальному человеку нужно, и как это может помочь разобраться. Технология РПТ это технология, которая позволяет очищать травмы, стрессы, и которая позволяет вот эти вот блоки очищать и выходить на внутренние ресурсы. То есть смотрите, как говорит тот же Саймон Роуз, его мнение, что ресурс это не что-то, но то есть ресурс это то, что если бы у вас было, то вы бы другое что-то создали. То есть что мы можем называть ресурсами? Это состояние изобилия, свободы, радости, счастья, уверенности, веры. то есть много чего еще внутренне, эти он называет ресурсами. И Саймон Роуз именно технологии показывают, что ресурсы нужно снаружи искать, что кто-то вам даст свободу, где-то вы ее найдете, или счастье. А это то, что всегда было, но по какой-то причине оно заблокировалось. То есть это то, что есть изнутри, и нужно вычесть, то есть убрать то, что его закрывает. То есть его принцип, что ресурс, он образуется не прибавлением, а вычитанием. Если вы понимаете, о чем я говорю, это то, что все ресурсы есть у нас внутри. Нужно очищать, то есть вычитать то, что их закрывает. И технология РПТ, она занимается именно работой с травмами, которые блокируют ресурсы. и это бывают травмы. Что такое вообще травма? Это не обязательно что-то физическое, то есть когда человек какой-то получил ущерб для тела. Травмы бывают эмоциональные или психологические. Это каждый раз, когда мы себя чувствовали небезопасно. То есть это каждый раз, когда мы чувствовали боль и не могли с потоком жизни справиться. То есть какие-то бывают психологические, эмоциональные травмы. Знаете, когда на нас кто-то кричит, тело реагирует так же, как если бы лопату занесли, чтобы ударить. Когда кто-то нас критикует, когда кто-то отвергает, когда мы чувствуем чью-то агрессию, кто-то нас прямо за живое дёргает, когда мы чувствуем себя брошенными, неножными, нелюбимыми, когда мы чувствуем, что с нами можно по-другому. То есть это всё психологические травмы. И вот проходя через такие травмы, человек создаёт блоки или вот такую броню, которая его закрывает от всего вроде бы плохого, то есть помогает выжить, но и закрывает от всего хорошего. То есть понимаете, это вот как скорлупа такая набирается, как РПТ позволяет это прорабатывать, то есть пойти под эту броню и работать с живым человеком, а не с его панцирем. И травмы также бывают ещё и ментального плана, и духовного. То есть что такое ментальное травма? Это когда человек разочаровался, ну вы знаете, как играл, играл, не угадал ни одной буквы, либо разочаровался в какой-то концепции в себе может быть. И духовное это когда люди разочаровываются в Боге, разочаровываются в религии, разочаровываются в какой-то конфессии, то есть в мастере разочаровываются. И это всё эту вот броню наращивает. И это, конечно же, изобилие. И РПТ занимается не только, как я уже говорила, травмами детскими, занимается также родовыми, дородовыми и системными. То есть занимается всем тем, что было ещё в вашей родовой системе или семейной системе до того, как вы вообще родились. То есть смысл, что РПТ занимается причинами того, что в вашу жизнь почему-то это всё вот пришло. То есть такими кармическими моментами. И я эту технику очень уважаю. И я её применяю по отношению к себе, по отношению к другим людям. И она работает просто потрясающе. Сейчас смотрю, что вы пишете. И как она может помочь? Ох, классно, здорово, спасибо большое. И как она может помочь, друзья, в том, чтобы начать исцелять денежную ситуацию? Во-первых, она может начать исцелять генетические вот эти программы ваших предков, связанные с тем, что быть богатым и свободным для кого-то было очень небезопасно. То есть, знаете, как бывает вот быть рабом и от кого-то в данном случае от человека или от банка безопаснее для жизни, нежели быть свободным и с деньгами. То есть, кто-то, может быть, из предков дорого заплатил за то, что он был свободен и состоятелен. И это вот такие вот шаблоны, стереотипы, то есть, это всё РПТ позволяет очищать. И как это может помочь людям, которые запутались с долгами, а может помочь таким образом, что появится другое состояние, другая энергия, которая позволит увидеть те возможности, которые человек не видит. Вот как вот, знаете, когда есть вот эти блоки, вот эта броня, тогда люди пишут, я не вижу, это невозможно, ничего нет, у меня не получается. А когда человек получает другие ресурсы, другое состояние, он начинает видеть, видеть все эти возможности, их начинает использовать. То есть, это вот как работает, друзья. То состояние, в котором вы находитесь, оно лишь ваше застревание укореняет, ничего не меняет. Сейчас смотрю, еще что вы пишете. Первая ступень РПТ прошла, и ничего. Раиса, я уже тебе говорила, что ты обучилась технике, но ты не знаешь, как ее толком применять. Обучилась, и ничего. Ты как будто отстаиваешь свои ограничения. То есть, что ты сейчас хочешь доказать мне тем самым, что тебе ничего не помогает. То есть, ты хочешь, чтобы я тебя поддержала, потому что тебе ничего не помогает. А если я тебе скажу, что это помогает тем, кто хочет сам себе помочь, и то, что прошла первую, значит, надо было на вторую идти. Либо, знаете, полезнее обратиться к человеку, который хорошо владеет РПТ, и попросить у него сессию, будет эффективнее гораздо. Вот такой вопрос, вернее, ответ на то, что ты пишешь, я тебе даю. Ищу выход, дорого. Ну, Раиса, да, у тебя всё дорого. Да, ты пошла, и сюда бы пошла. То есть, услышь просто, что что-то у тебя не срабатывает, то есть, ты цепляешься причём за это. И, знаете, есть такой вот способ при денежной установке, денежные убеждения рассказать кому-то, диктовать на диктофон, значит, записать монолог какой-то, позвонить другу, рассказать про ситуацию. А есть хороший способ начать писать в чат и осознавать вообще, что же там у меня такое внутри сидит. Ну и помимо РПТ, я ещё обучалась татахилингу у Вианы с Тайбором. Это технология, которая позволяет работать с кармическими причинами, с контрактами, со всеми обетами, клятвами, которые были даны, вот чтобы денег-то не иметь. Знаете, и для кого-то быть без денег, да ещё и в долгах, это своего рода такой духовный выбор. И технология татахилинг позволяет на таком уровне разбираться. И я в этом году ездила к ней в Америку и прошла курс интуитивной анатомии, на котором я очень много сессий получила сама, мы в парах работали, другим людям провела, но там были инструкторы, то есть я проходила. И, знаете, вот после того, как я увидела, какие у людей и где хранятся вот эти глубинные убеждения, блоки, я поняла, что я готова помочь, то есть провести такой вот курс для людей, которые ну вот в этом вот застряли. То есть я просто увидела вот ключи, где нужно копать, то есть куда нужно посмотреть. вот и после этого я еще в Нью-Йорке побыла первый раз в жизни на Брайтоне провела тренинги для русскоязычного населения, а это вот я к тому, что чем я занимаюсь в Америке. Провожу тренинги по технологии РПТ, то есть сертификационные тренинги, то есть люди проходят, получают сертификат международного уровня и они могут выбрать стать РПТ-терапевтами. То есть я провожу РПТ-1, РПТ-2 и также я лицензирована на то, чтобы проводить тренинг манифестации изобилия именно в технологии РПТ. А помимо этого я провожу тренинги по технологии ДТ-хилинг, тоже сертификационные, то есть даю людям профессии 21 века, либо РПТ-терапевт, либо ДТ-хиллер, либо и то, и другое, потому что это тоже очень такие мощные знания, интересные. И помимо этого я еще идеально работаю и занимаюсь традиционным бизнесом, я продаю мед. То есть вот все вроде бы я себе рассказала. И я не только в оффлайне это делаю, я в онлайне тоже тренинги провожу и получаю от этого большое удовольствие. И, друзья, я не всегда была вот такой вот, какой сейчас являюсь. Я вам рассказывала, что всякое у меня было и почему я выбираю вот тему для своих онлайн-тренингов, вот именно авторские такие программы делаю, потому что я чувствую, что я уже готова, чем я готова людям помочь, в чем. И у меня это приходит. То есть это каждый раз, вы знаете, такие вот открытия, инсайты. и вернемся к нашей теме «Жизнь свободная от долгов». И что мы сейчас с вами поговорим, о чем? Поговорим о том, что нужно поднимать и какие вещи я вам раскрою, причем это не Америка какая-то, вот то, что вы об этом никогда не слышали абсолютно. Это то, что вы и так знаете. Но, может быть, вы мимо ушей это пропускали, либо не считали это ценным. Так вот, я хочу сказать для вас, друзья, что деньги это базовый уровень жизни. И они нам нужны в себе. Если вы сейчас застряли именно с ними, то вы должны сделать приоритетом эту ситуацию разрешить. Вы обязаны просто, обязаны по отношению к себе начать создавать для себя совершенно другую реальность. почему? Потому что в этой вы уже жили. Ничего хорошего, когда вы живете по формуле банкротства. Как понять, что такое формула банкротства, формула бедности, формула богатства? Я не буду здесь писать в чате, у меня нет слайда, но просто услышите, что такое, это на самом деле просто очень. Что такое формула банкротства? это когда вы заработали, потратили, то есть вы заработали меньше, а потратили больше, то есть вы ушли в минус, вы банкрот. То есть люди, которые живут по формуле банкротства. Глубинная причина, конечно же, она, помимо того, что это финансовая безграмотность, безответственность, безответственное отношение к себе, это на поверхностном уровне, на глубинном, это, знаете, такой вот блок, я уже говорила, страх стать свободным абсолютно человеком, страх выйти на свои ресурсы. И на тренинге мы будем заниматься более глубокими причинами, но и о том, как план составить и как двигаться к другой реальности, тоже будем говорить. Формула банкротства, это вот сколько заработал вычисли. Формула бедности, друзья, это когда равно нолю, то есть заработал, сколько заработал, столько и потратил, ноль в сухом остатке. Это формула бедности, это когда человек по сути работает, чтобы вот свои потребности, которые пишут книги на финансовую игра, вот есть у него денежный поток. Он сказал, что формула богатства, она очень проста, что богат не тот человек, который много зарабатывает, а тот, у которого много остаётся. То есть формула богатства, это когда вы заработали, потратили, и у вас остаётся что-то в остатке. И чем больше вы можете сохранять этого остатка, тем больше вы уже осваиваете эту формулу богатства. Она очень проста, друзья, но почему-то многие люди выбирают формулу банкротства или формулу либо в долговую зависимость влазить, либо значит всё время только зарабатывать, давать долги, в ноль уходить опять занимать, то есть от зарплаты до зарплаты. Но это же выживание, это же не жизнь, друзья. И если вы имеете знания, те программы внутренние, вот это всё создали, то, в чём вы сходитесь, то знаете, что вы можете начать создавать что-то другое. И если вы сейчас опять что-то будете в чат писать, да вот у меня там то, не вот это, не вот это. Как я должна на это реагировать? Сказать, да, вы особенные, у вас всё плохо, и вам ничто, и никто не может помочь. Вы это хотите от меня услышать? Я столько ситуаций проходила, связанных деньгами, которые испытывали просто меня на вшивость. То есть куда я пойду? Либо жаловать буду, или в монастырь гордо ходить с бронёй духовности, и буду смотреть снисходительно тех, кто остался в социуме. Я почему заговорила о броне духовности? Вы будете смеяться, я сегодня на тренинге у Саймона Роуза снимала броню святости. То есть знаете, я прямо увидела, как её люди цепляют, создают, потому что в ней как бы безопаснее. Можно же притвориться, уйти в религию от безнадёги, от того, что жить не получается. Но это же не выход, это избегание, друзья. И придётся с этой темой столкнуться. Причём как столкнуться? Начать её изучать, начать трансформировать свои взаимоотношения. Сейчас ещё посмотрю, кто вы пишете. В рейке тоже от мастера зависит у кого получать. Но вообще, Евгения, вам нужно по такому принципу искать любого мастера, с которым вам комфортно, то есть которому вы можете доверять. Да. И по сути всегда в любой технике нужно искать человека, которому вы можете доверять, чьи качества вам нравятся. То есть грубо говоря, на кого вы хотели походить. И что ещё вы пишете? Как расшифровывается РПТ? Да я же говорила, или не успела. Рэпид персонал трансформэйшн. Быстрые личностные изменения. Это работа с психогенетикой, эпигенетикой. Классная вообще работа. Это работа с бронёй, это работа с блоками, работа с травмами. А можно сразу изобилия. Да я знаю закон миллионера потратить меньше, чем заработал. Да, и сразу изобилие, Маришка, оно складывается из того, что если ты будешь каждый раз обучаться зарабатывать ещё больше, ещё больше сберегать, постепенно станешь миллионером. люди хотят сегодня в долгах, а завтра проснуться миллионером. И они из-за этого ещё больше ошибок делают, ещё больше запутываются, потому что у людей реально терпения не хватает. Реально хватает терпения, чтобы дисциплинированно, спокойно, чётко, точно создавать своё изобилие. Что ещё вы тут пишете? От это практика манифестация будет? Будет, да, скоро будет. Первая ступень рейки есть, а вот в руках ощущений нет, вот и думаю. Евгения, что вы хотите? В чём вопрос ваш заключается? Я вас не поняла. В чём здесь вопрос? Так, значит, что ещё я вам хотела рассказать, что вот те внутренние блоки, которые есть у людей, которые создают вот это состояние тревоги, беспокойства, страха, тогда создаются вот эти вот проблемы денежные. Причина не просто в том, что надо позитивно себя заставлять мышц, а в том, что есть внутренние программы на разных уровнях, которые вот именно знаете, вот эти программы рабства, зависимости, которые позволяют легко вами манипулировать. Потому что если есть вот эти вот программки, то тогда вы постоянно будете в рабстве находиться, и вот этот вот страх, стресс, беспокойство о завтрашнем дне, это страх, что вы не сможете отдать эти кредиты или долги, это страх, что всё будет только хуже, это всё больше затягивает в это рабство и в эту зависимость, понимаете, и пока вы это не очистите и не поработаете с этим, не создадите в себе состояние боя, внешне ничего меняться не будет. Почему я говорю, что надо глубже посмотреть? Хотите сдать истину, она очень простая, но вы можете не поверить. Внимательно смотрите, что здесь я для вас написала. Согласно закону Вселенной, если у вас имеется потребность в деньгах, то эти деньги уже есть в вашем энергетическом пространстве, и хотя их ещё нет на вашем банковском счёте и в вашем кошельке, но они уже присутствуют в вашем поле в непроявленной форме. Это, друзья, те новые возможности, которым вы ещё не сказали «да». И ваша задача увидеть их, осознать и начать использовать. Это те возможности, которые позволят вам закрывать ваши обязательства, которые позволят вам создавать действительно совершенно другую реальность. Вот оставлю пока фразу перед тем, как мы будем манифестировать. Я хочу взять небольшой перерыв, я пойду воды себе налью. Значит, сделайте себе скрин, пожалуйста, или запишите эту фразу. Почему? Потому что, поверьте, друзья, я не просто так эту фразу написала. Всё, что вам нужно, в вашем поле есть. И Вселенная всегда говорит вам «да», но только она не конвертики с деньгами вам под дверь подсовывает, да, и не клады вам домой в мешках приносит. Она показывает вам возможности, которые, если вы будете начинать использовать, они деньги-то и материализуются. Я сейчас пока беру перерыв, я забыла себе воды налить, сделайте скрин обязательно, либо же запишите эту фразу. Так, перерыв, пять минут, и подумайте, что вы будете манифестировать. Вот, и напишите, пожалуйста, пока иду за водой, ну вот кто успеет, я же все не смогу прочитать здесь сообщение, напишите, что вы хотите манифестировать, чтобы я вам сказала, ну как будет лучше, то есть дала какую-то обратную связь, окей, я пока через пять минут подойду, то есть обязательно это запишите, то, что я вам показываю сейчас на экране, и либо сделайте скрин. И с Спасибо. Спасибо. Гульнара. Да. Так, я сейчас еще посмотрю, что вы там выше написали. Я не все сообщения вижу. Так, можно сразу изобилие. Можно, конечно, сразу изобилие. Гульнара сильно простудилась. Второй здесь высокая температура. Ничего делать не могу. Хочу выздороветь. Да, можно. Конечно, можно. Но дело в том, что нужно посмотреть, гульнара, что именно происходит. Потому что в твоем случае здесь любая вот эта вот простудилась температура, это какая-то реакция на что-то. То есть, возможно, это реакция на стресс. И, возможно, тебе просто хочется отдохнуть. Может быть, чего-то делать тебе не хочется, а делать все равно нужно, но делать какие-то другие вещи. То есть, да, заманифестирую себя здоровым. Я получаю пассивный доход в размере 350 тысяч рублей каждый месяц от сдачи недвижимости в аренду. «Ольга, хочешь я тебе скажу такую вещь, что пассивного дохода не бывает. Чтобы получать 350 тысяч рублей каждый месяц от сдачи недвижимости, нужно общаться с клиентами, нужно с ними взаимодействовать. То есть, все равно нужно что-то делать. Вот эта вот мысль о том, что доход пассивный, то есть, я ничего не делаю, а он идет. Просто выбросите». Почему? Потому что, когда вы научитесь делать то, что вы делаете, и делать с большим удовольствием, и делать успешно, тогда можно говорить о каком-то пассивном доходе. То есть, пассивный уберите. То есть, 350 тысяч рублей, но у меня вот вопрос, а сейчас-то вы сколько получаете от сдачи недвижимости? То есть, насколько вы прыгнуть-то хотите, растянуться? Вижу океан возможностей для своей реализации. Не канает, Таталья. Почему? Для какой своей реализации? То есть, что значит, океан возможностей? Из этого океана нужно выбрать те, которые будут возможности для вашего роста, развития, для создания изобилия, то есть, конкретные какие-то нужные. Для какой реализации? Что именно вы хотите? То есть, нужно конкретно. Ну, что значит, вижу океан возможностей для своей реализации? Да, вы можете увидеть то, как другие люди это делают и реализуются, но вам же нужно что-то конкретное заложить. «Все мои потребности удовлетворяются, желания исполняются». Это аффирмация, это не подойдёт для манифестации абсолютно. То есть, какие ваши потребности, Елена? Какие желания? Что конкретно вы хотите? Я согласна на всё, я просто ленива. Ну, вы это хотите манифестировать, да, Маришка? То есть, свою лень. Можно манифестировать, увидеть новые возможности убрать блоки. Возможности для чего? Насчёт убрать блоки, манифестировать. Вам и так придётся их убирать, но какие возможности? То есть, что именно вы хотите, чтобы что? Я получаю деньги на ремонт балкона и кухни, но вот так скромно, но на данный момент очень нужно. Да, но, Евгения, это конкретно, это мне уже нравится. Но что значит «получаю»? Вам придётся что-то сделать для того, чтобы вы их материализовали. То есть, вам нужно будет… Возможности такие появятся, но возможности превратить в финансы – это ваша ответственность. Маришка пишет, да, даже проценты забрать – это работа. Да, забудьте вообще эту фразу «пассивный доход». Я мастер рейки хочу активно посвящать желающих. Татьяна, для того, чтобы активно посвящать желающих, нужно начать себя позиционировать, нужно привлечь этих людей, которые хотят получать это посвящение, нужно обозначить стоимость, сколько стоит ваше богоугодное дело, нужно хотя бы визитки себе сделать, в соцсетях об этом рассказать, я не знаю, сделать сколько-то таких вот семинаров. То есть, опять же, нужно это делать. Вы можете заманифестировать, что вы это делаете, и это приносит вам такой доход. Вот я примерно вам сказала, у меня часть доли в Санкт-Петербурге сейчас наращивает объем недвижимости. Но здорово, просто вы не ответили на вопрос, вы хотите 350 тысяч в месяц, а сколько сейчас это дает? Раиса, я получаю новую работу, которая устраивает меня по всем с хорошим доходом в 150 тысяч рублей. Раиса, я не верю в то, что вы верите, что вы стоите 150 тысяч рублей. Вы меня простите, конечно, но напишите ту цифру, в которую вы верите. Вот правда. Я получаю постоянный ежедневничный доход в 75 тысяч рублей. Классная манифестация. Но просто знайте, Надин, что вам придется стать человеком, для которого это возможно. То есть какие-то ресурсы в себе открыть на 75 тысяч рублей. Я очень хочу собственную квартиру. Ну хорошо, заманифестируйте собственную квартиру. Татьяна, в ВКонтакте ко мне добавьтесь, ссылки в чат писать нельзя. Да, нельзя. Завтра встаю утром на зарядку, энергетически заряжаюсь на день. Не ем, не бью, не гуляю, опишу с утра, продаю после обеда. Но это уже планирование пошло. Чтобы развивать свой бизнес и обучаться, ну да. Я востребованный консультант, получаю доход в месяц на 108 тысяч рублей. Да, но у меня вопрос, во сколько сейчас вы получаете? Хочу жить в шикарном доме с панорамным видом, большим садом. Здорово. Ну хотя бы 90. Раиса уже торговаться начала. Хочу собственное жилье. Да, Ксения, рисую картину. Хочу вас нарисовать на фоне святых деревьев. Вашу картину в Индии. Ну, буду очень благодарна. А каждое развещённое мной рекламное объявление приводится к продаже товара. Я выхожу замуж, у которого есть возможность на месяц настойно жить, на его доход и мой небольшой доход. А любовь-то нужна здесь? Либо просто, чтобы он материальные потребности ваши закрыл? То есть тут почему-то про любовь ничего нету. Так, ну ладно, давайте сейчас, прежде чем будем манифестировать, друзья, на чём концентрируешься, то и получаешь. Если вы вот на этом будете звучать пугающе. Что звучит, Маришка, пугающе? Если вы будете концентрироваться на том, что вы победитель, и что эта ситуация вам дана, чтобы себя раскрыть, то так оно и произойдёт. А что же нужно для того, чтобы денег стало намного больше? Нужно менять мышление, нужно менять сознание, друзья. Я про любовь. Случит пугающе. Я про то, что сказано было там, вот у меня доход, у него доход. То есть, знаете, как компенсация такая, что я ничего не могу дать мне мужчину, который мои проблемы начнёт решать. Вот. А дальше сообщение отсылается, как деньги тоже каждый день. Не думаю, что это выбор. Бывает гармония. Что такое гармония? Погодите спросить. Так вот, что надо, чтобы денег-то больше стало? Чтобы стало больше, чтобы можно было и закрывать эти обязательства, и увеличивать изобилие. Обратите внимание, что нужно менять мышление и сознание обязательно. Нужно уметь управлять собой, своими мыслями и эмоциями. То есть, вот тем более, когда вы начинаете применять манифестацию. То есть, нужна осознанность. И не только осознанность, а осознанная осознанность. То есть, что сейчас я создаю? О чём я думаю? О каком у меня состоянии? То есть, нужно реально начать управлять собой. Научитесь управлять собой, научитесь управлять своей жизнью, в том числе и деньгами. Конечно же, умение работать с каналом денег, с эгрегором денег, с полем богатства создавать, искусство манифестации, то, что мы сейчас будем делать. И, конечно, нужна финансовая грамотность на уровне знания, умение ежедневных действий. Бывает, что с человеком заканчивается эроизобилие. Моя ошибка, я полностью полагалась тому уже. Знаете ли, что такое зависимость? Это когда мы какой-то ресурс ищем не внутри себя, а снаружи. Когда мы начинаем зависеть от другого человека. Когда создаются такие вот созависимости. И, ну, давайте так, это немножко другая тема, это тема взаимоотношений. И что еще я вам хочу сказать? Главные финансы большинства людей, которые приводят к формуле банкротства, к формуле бедности, это отсутствие накопления, это вообще непонимание, что нужно сначала платить себе, а потом уже там платить даже за квартиру. Напишите мне, пожалуйста, ответ. Вы платите себе? Вы вообще понимаете, что это такое, что нужно платить самому себе? И что нужно создавать себе, заботиться о себе, создавать себе резервный фонд, чтобы не приходилось вот так вот бежать там на то, на то занимать. И вообще вам приходило в голову, что нужно начинать на все свои вот важные, такие значимые задачи тоже сберегать. И деньги, они... Они имеют предназначение свое. То есть если вы завели конвертик, написали это вот мне на повышение квалификации, а на следующий день его раздербанили и купили там что-то такое в кредит или поехали отдыхать, потому что убежали от себя, чтобы свои задачи не решать, то у вас, ну, такая вот проявилась безответственность, нетерпение и непонимание, как вообще управлять деньгами. Суммы небольшие, надо повышать ставки, в первую очередь траченную себя. Я... Вы неправильно понимаете, что такое заплатить себе. Заплатить себе, это значит от полученной... Заплатить себе эти деньги должны быть деньгами, а не какой-то бирюлькой. А также вы обязаны... Даже если вы в долгах, вам кто-то в день придет, я вам расскажу, как это делать. Вы обязаны уже с имеющимися деньгами начать грамотно управляться. Но счастливая ошибка – это предпринимательские кредиты не по силам. Это когда люди, не имея никакой основы, набирают кредиты и потом запутываются еще больше. Желание получить большие проценты – это когда люди попадают в финансовые ловушки. То есть дают другу под проценты, потом ни процентов, ни денег, с другом уже отношения испорчены. Либо вылазят в пирамиды, потому что нет никакого понимания, как вообще вот это все создается. И отсутствие финансового плана. Я много общаюсь с людьми, у которых есть кредиты или долги. У них нет плана, как это все вообще закрывать и как это делать с учетом умения управлять деньгами. Вообще нет такого видения. То есть все, что они могут в плане видения создать – это написать свои долги и смотреть на этот листочек. Вот все, что они видят, и такой план они создают себе. То есть на чем фокусируешься, то и получаешь. Что бы я дома не кстати вам рассказать – это то, что понятно, если у кого-то есть долги – это финансовая небезопасность. Это формула банкротства. Также управлять деньгами, да, но именно для изучения и освоения. Не просто, как вот сказала, и все. И многие люди стремятся к финансовой свободе, и они хотят перепрыгнуть. Вот сейчас у них долги, кредиты, они хотят все и сразу, там кучу пассивного дохода, чтобы можно было ничего не делать. Не получится, друзья. Забудьте об этом. Пока вы не научитесь создавать безопасность, защищенность и понимать, что такое независимость, вот это вот будет фикс идеи, вы только будете разочаровываться. И формула успеха в том числе проста. Нужны ясные цели. То есть нужно понимать, чего вы хотите. Мир во всем мире, гармония там или еще что-то – это не ясные цели. То есть нужно четко понимать, чего вы хотите. Манифестация – это когда вы действительно это все в состоянии тета делаете. А состояние тета – это состояние расширенного сознания, это состояние любви, благодарности, не раздражения, страха, а состояние единения с миром. Когда вот это вот намерение формируется и когда вы наблюдаете, как оно реализуется. То есть вы видите результат. То есть как работает манифестация, она работает гораздо сильнее, чем визуализация. То есть это когда вы расширяете сознание, входите в состояние самое эффективное, состояние любви и единства со всем миром. И когда вы наблюдаете, как энергия из источника, а источник и Бог – это и есть энергия любви, из которой все состоит. Как она все это создает. И это вот то, что я просила вас оформить в дискринад. Это то, что в вашем поле все, что нужно, уже есть. И чтобы это все материализовать, что дальше нужно? Нужно отняться от того, что блокируют, то есть от того, что мешает это все принять и превратить в материальное. А также нужны новые знания. То есть знания именно, как вот это делать эффективнее, как вот это. И манифестация, она и ведет по такому пути. Когда вы формируете цель, когда вы ее манифестируете, то манифестация вас поведет по этому процессу, что вам придется очиститься от того, что мешает приобрести новые знания, начать действовать по-другому. Тогда вы получите результаты. То есть, по сути, манифестация – это как некая компенсация. Именно, смотрите, внутри у людей нет состояния, которое позволит получить то, что они хотят. И манифестация – это компенсация снаружи что-то получить, привлечь что-то извне. И для того, чтобы это извне привлечь, нужно стать человеком с таким состоянием, для которого это возможно. Вот такой закон. Так, что еще я вам хотела сказать? Я хотела вам сказать, что деньги – это наше зеркало, друзья. И сейчас вы имеете не очень комфортные взаимоотношения с ними. Вы знаете, что вы выбрали так себя через это обучать, и вы можете увидеть, как же вы относитесь к себе и относитесь к миру. То есть, именно зеркало, которое очень многое отражает. И это эквивалент насколько вы любите себя, вашей самооценки, вашего счастья внутреннего, вашего желания помогать другим людям, и вашей креативности. Потому что что это за креативность? Захотел – пошел, взял кредит. Это что? Это отсутствие креативности. То есть, люди бедные, они все время или банкроты, они ищут, где бы добыть деньги. А люди богатые, успешные, они ищут идеи, которые им принесут много денег. И ваше богатство – это ваши способности, это те идеи, которые вы можете генерировать. Понимаете? То, что вам кто-то должен деньги принести. Вот. И также деньги – эквивалент того, сколько у вас энергии. То есть, если вы мыслите негативно, если вы в беспокойстве, то, значит, энергии столько у вас, и, значит, столько денег у вас. То есть, энергопотенциал хороший – это когда вы встаете в прекрасном настроении, это когда вы рады своему дому, рады себя в зеркале видеть, рады новому дню и тому, что вам предстоит делать. Если же у вас только страх, беспокойство, раздражение, там, еще чего-то, значит, у вас и энергии столько. Вообще, деньги могут быть болезненной темой, а могут быть очень приятной темой. И это в вашей власти сделать эту тему приятной. И вот тут вот писали, я ищу работу, там, я вот то-то хочу, пятое-десятое. Сейчас мы договорим и будем уже процесс делать. Смотрю, что тут пишет четкая картина седьмого плана, не могу представить результат, представить картинку, как он срабатывает. Часто делаю, никак седьмой план не вижу. Седьмой план – это любовь, свет. Вы же можете почувствовать, можете вообразить, придумать свет. Больше ничего и не надо. Каждый раз вообще, когда Виане Стайбл задают вопрос, как понять, что я вхожу в это состояние. Я вот специально для тебя говорю, Евгения, что каждый раз, когда мы ищем Бога, мы входим в это состояние. А Бог – это любовь и свет. Вот и весь ответ. Седьмой план – это поиск Творца. Смотрите, вот вы хотите больше денег, вы хотите увеличивать доход. Насколько вы считаете себя мастером в своем деле? Насколько вы вовлечены в то, что вы делаете? То есть говорю уже вам, что у вас есть всё под носом, у вас уже есть то, что вы умеете делать. Либо поверьте в себя, то, что вы действительно это классно можете делать. Либо, значит, смотрите вообще, зачем вы делаете то, что вас не вовлекает абсолютно. И если уже вам нечего терять, пойдите туда, где вам интересно. Делайте то, что действительно вас вставляет. Ну и, конечно же, это самооценка, умение любить, уважать, позиционировать себя. То есть говорите себе, кто вы и какую пользу вы можете людям дать. Умение хорошо говорить и писать. И после этого разве вы не можете сказать, что процесс общения с денежной энергией – это духовная работа? Посмотрите, сколько ему учиться приходится. Это умение также создавать хорошие отношения с партнёрами и с клиентами. Это умение быть самому таким классным партнёром, чтобы с вами хотелось сотрудничать. Это умение так взаимодействовать с клиентом, чтобы он после общения с вами почувствовал себя гораздо лучше. А также уверенность, длительность, обаяние, харизма, вдохновение, кураж – вот всему, чему нужно учиться. И понятно, что если сейчас уныние и беспокойствие, то это вот всё создать вот так вот за ночь невозможно. То есть нужно много терпения и много желания. И сейчас мы перейдём к манифестации. И манифестация отличается от созидательной визуализации, о которой писала Шакти Гавейн, потому что это такая вот квантовая визуализация, когда ты не только показываешь Вселенной, что тебе нужно, но ты видишь, как всё это тебе создаёт. Или твоя, как хотите назовите, как энергия любви это всё создаёт. То есть вы наблюдаете, как это материализуется, как это в вашем поле создаётся. И это великолепный инструмент, потрясающий. Это технология материализации желаемого. Но я уже говорила, что она не работает без определённых звеньев. И манифестация в состоянии тета гораздо эффективнее, чем работа с аффирмациями, чем визуализация. То есть простое представление. Почему? Потому что в это состоянии, когда вы ищете Бога, когда вы соединяетесь со всем, что есть, вы создаёте мощный резонанс, вы входите в это состояние любви. И ваше состояние становится созвучным в природе мира. То есть, понимаете, когда вы находитесь в стрессе либо в унынии, вы не находитесь в резонансе, ваши вибрации тяжёлые очень. И ваша жизнь тогда тоже тяжёлой становится. Когда вы создаёте это состояние любви, единения, оно лёгкое, это высокая такая вибрация, то вы становитесь созвучными. И быстрее гораздо ходят решения и какие-то возможности быстрее начинают открываться. И обучаться быстрее можно. И я уже просила вас написать, что вы хотите манифестировать. И нужно понимать, что вы хотите видеть явленным в своей жизни. И нужно быть очень конкретным. То есть нужно быть точным. Вот эта гармония, как понять, что это гармония? То есть для кого-то уйти в горы и просто там находиться, это будет гармонично. А для кого-то гармонично иметь отношения какие-то, такие-то, такие-то. Для кого-то гармонично быть человеком, у которого завершаются долговые обязательства. То есть будьте конкретны, не берите в эти лозунги. Вы знаете, как у психологов есть такая фраза, когда человек приходит и говорит, я хочу там то-то, то-то. Обычно грамотный психолог помогает создать четкое намерение. То есть что в тележку-то положить? Как ты поймешь, что у тебя уже гармония? И манифестировать нужно только относительно себя и своей жизни. Мы не имеем права манифестировать, чтобы кто-то на нас женился или если кто-то нам должен, что вот прямо вот требовать и свидетельствовать, что он нам отдает. Это нарушение свободы воли и выбора. То есть манифестировать и свидетельствовать, что вам эти деньги возвращаются, можно. Но знайте, что они могут прийти совершенно из другого источника. Также мы будем это делать в настоящем времени, что это есть уже в нашей жизни, не потому, что в тех пространствах, куда мы будем с вами путешествовать, все здесь и сейчас происходит. И, конечно, для вашего высшего блага и во благо всего, что есть, будем манифестировать. И что еще хочется добавить, что нужно манифестировать, проявить лучшее то, что есть в вас, а не как кто-то, как быть на кого-то похожим, потому что мы все уникальны с вами. И скоро мы уже прошу вас выбрать что-то конкретное, очень конкретное. Почему? Потому что чем конкретнее вы это делаете, тем конкретнее вы получаете результат. И также я вас попрошу что-то взять для манифестации, то, что для вас реальным является. Не нужно брать нереальные вещи, не нужно проверять Вселенную, и не нужно, знаете, по такому принципу манифестировать. Это вот так вот выглядит. Ну-ка, Вселенная, удиви-ка меня. Зачем ей вас удивлять? Она готова вам помочь получить то, что вам действительно нужно и получить то, что для вас достаточно реально. То есть, если, допустим, вы не верите в то, что вы найдете, как Раиса писала, работу с доходом в 150 тысяч, то, возможно, в 90-е, если ты вот уже переобулась и написала другую цифру, то, что для тебя это более реально, то быстрее придет твоя жизнь. Я ни в коем случае не хочу тебя ограничивать, то просто, чтобы получить 150, нужно научиться, например, 50 создавать, а потом идти дальше. То есть я это говорю для того, чтобы ты понимала. потому что люди такие миллионы-миллионные манифестируют, не умея создавать просто что-то. Там элементарные деньги для того, чтобы не занимать. Сейчас посмотрю, что вы еще пишете. «30 лет преподаю, хочу стать коучем». Ну, здорово! Чтобы стать коучем, нужно не только знать, как быть коучем, нужно еще уметь коучинг продать. Просто свет и все. Когда ваш голос слушаю, представляю все слои, как прохожу, четкая картинка. Не обязательно. Не обязательно. Чем дальше, тем интереснее. А возвращаю, то отказалось третий глаз и славу. Фраза «даю команду» немного смущает. Но тогда, если смущает фраза «даю команду», то вы можете говорить «я прошу». Если вы пока не понимаете, что, в принципе, вы сами творец-то и есть, что это все внутри. И я обычно в манифестации говорю «прояви в моей жизни». Есть такие еще выражения «даю команду» либо «повелеваю». И кого-то вот смущает вот этот «я повелеваю» или «даю команду». Ну, давайте будем говорить «прояви в моей жизни» прямо сейчас то-то, то-то. И знаете что? Я оставляла вам фразу, которую просила в виде скрина оформить. Это то, что если вы это манифестируете в вашем поле, это появляется тут же. Но тут надо понимать, что вы дальше с этим делать будете. То есть либо продолжать броню наращивать, что для вас это невозможно, да? То есть отвергать это. Либо обесценивать, либо, ну сейчас скажу, разочаровываться дальше. Ну то есть я вам схему-то показывала. И прежде чем мы будем манифестировать, я сейчас еще небольшой перерыв возьму. Попейте, пожалуйста, водичку. Так, мне в сумму долг в полном объеме. Возвращая долг в полное объеме. Теперь есть силы и пространство разместить их в своей жизни. Значит, долг в полном объеме. Я не понимаю, как вас может прийти совсем не оттуда, куда вы его давали. Понимаете? Вы же не знаете, что вас связывает с этими людьми, которые вам должны в прошлой жизни. То есть вы не понимаете, что за контракт у вас. И когда вы начнете по-другому это смотреть, вы знаете, что деньги вернете не обязательно именно оттуда. Ну вот как хотите. Создать на какой период. Здесь и сейчас. Период, Нина, зависит от тебя. Насколько ты будешь менять сознание, мышление, и насколько ты готова это принимать. Сейчас я еще перерыв вам даю, пять минут еще, чтобы вы поняли, что вы хотите манифестировать. Ой, с ошибкой написала. Чтобы это было четко, конкретно. Чем конкретнее, тем лучше. И попейте, пожалуйста, водички. Хорошо? Попейте, пожалуйста, водички. Попейте водички. Сейчас я еще не ушла. Подождите один секунд. Мне тут, да, один час. Так, я сейчас тогда отключаюсь. Мы заманифестируем. Потом я тренинги буду проводить. И, возможно, для кого-то это будет то, о чем вы молились. И я вот на ваши молитвы знаменито и богато. Мало для манифестации. Ну почему же? Знаменито и богато. Очень даже нормально, Маришка. Окрадупайте. Поехали. Окрадупайте. 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 Терппу. Окрадупайте. Продолжение следует... 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 То есть не просто количество человек, а людей мотивированных, людей гармоничных для меня, людей, которым это нужно. Понимаете? Это именно то, что я могу дать, которые именно это ищут. То есть я буду вот это манифестировать. Потом я буду манифестировать что-то другое. То есть возьмите что-то конкретное. Я вам бы показала, как я это манифестирую. То есть мне не надо просто собрать людей. Мне нужно, чтобы пришли люди, которым это нужно, которым это гармонично, которые именно это хотят. Понятно? Что вы ещё пишете? А я помогу. Хочу хорошую работу с хорошими людьми, хорошей зарплатой. А у меня вопрос, Раиса, вы сами себя хорошей считаете? То есть манифестируете, да, ну, хорошую, что значит хорошую? Что такое хорошие люди? И что такое хорошая зарплата? То есть вы можете привлечь клиентов для себя. Что я прямо сейчас привлекаю гармоничных для себя клиентов, которые с удовольствием пользуются моими услугами. и люди, которые сочиняют эти услуги. Да, давайте тогда. Но знаете, что манифестация, она приведёт вас к тому, как себя позиционировать, как действительно становиться таким специалистом. Почему? Потому что скучать не придётся. Придётся развиваться. Ну что, давайте тогда начнём. И для этого я не знаю, что вылетает. У остальных всех нормально. Только у вас был перерыв, Ирина. Давайте тогда садитесь удобно. Будем сейчас манифестировать каждый своё. И для этого, пожалуйста, закройте глазки. Поёрзайте на стульчиках, чтобы сесть ещё удобнее. Сделайте глубокий вдох в сердце, выдох из сердца. Ещё раз вдох в сердце, выдох из сердца. И снова вдох. И на выдохе позвольте телу расслабиться. И просто представьте, что пространство, в котором вы находитесь, залито серебристо-белым, лимчёрным светом. И этот свет был всегда. И это пространство, пространство Любви, в котором вы живёте, и вы всегда находитесь в этом пространстве Любви. И просто сейчас осознанно сделайте всё, вдыхая Любовь, этот свет в сердце. И выдохните всё напряжение. И представьте, что этот свет, который и есть суть вашего жизненного пространства, растворяет это напряжение. И вы снова вдыхаете свет в своё сердце, вдыхаете эту Любовь. И выдыхаете остатки напряжения, и позволяете себе расслабиться. И сейчас представьте, что вы можете в своём сознании сейчас переместиться в ваши стопы и пойти вниз туда, в землю, вглубь. И представить, вообразить, придумать, что там, в центре Земли, есть у Земли сердце, которое дышит и пульсирует, которое постоянно вам посылает энергию Земли, которую называют кундалини. И представьте, как сейчас оттуда, из самого сердца Земли этот поток энергии направляется к вашим стопам, мощный поток энергии Земли. В долине Земли входят ваши стопы, проходят через ваши ноги, проходят через всё ваше тело снизу вверх, исцеляя, очищая, открывая все ваши духовные центры и чакры, самым безопасным, комфортным образом, настолько, насколько вам сейчас это гармонично, насколько вам это нужно для вашей манифестации, наполняя все ваши клетки светом, любовью. И этот поток проходит через всё ваше тело и выходит через макушку. И представьте, что вы можете сейчас создать своим намерением прекрасный шар света и позволить в каком долине Земли будет его поднимать всё выше, выше и выше. И представьте, что этот шар, за которым вы в своём сознании наблюдаете, сейчас поднимается над вашей комнатой, над вашим домом, над вашим городом. Уква в долине Земли его поднимает ещё выше и выше. И каждый раз, когда я говорю «выше», вы просто глубже входите в это состояние. И наша задача сейчас искать Творца, искать эту энергию Любви не только снаружи, но и всё глубже в своём сердце. Это одновременно выше и в то же время глубже. И представьте, как сейчас шар поднимается очень высоко и уже выходит из-за предела Вселенной. Представьте, вообразите, что шар вашего сознания входит в пространство прекрасного света. И он проходит разные слои более яркого света, более тусклого света. И кундалини Земли поднимает его ещё выше, выше и выше. И в какой-то момент шар вашего сознания входит в пространство прекрасного золотого света, солнечного света. И поднимается всё выше, выше и выше в этом свете. И в какой-то момент шар вашего сознания начинает проходить через вязкую субстанцию, которая есть, более плотный свет, свет, который переливается всеми цветами радуги. Это план законов, которые управляют всем творением. И представьте, как сейчас, как сквозь толщу воды шар вашего сознания с помощью кундалини Земли проходит через это желеобразное вещество законов. и через розовую дымку закона сострадания поднимается своеобразное окно, из которого струится жемчужно-белый серебристый свет. И кундалини Земли поднимает шар вашего сознания в этот жемчужно-белый свет и поднимает ещё выше, выше и выше, пока вы не представите, не вообразите, что этот шар растворяется в этом жемчужно-белом свете и что нет никаких сейчас ограничений между вами, вашим сознанием и сознанием источника. И сейчас вы находитесь в состоянии сверхсознания, когда вы есть всё, что есть, когда вы осознаёте, что всё в вас и вы во всём, когда вы осознаёте, что вы и этот жемчужно-белый свет, эта любовь, есть одно, когда вы осознаёте, что вы и есть сами любовь и свет. Сейчас, находясь в этом состоянии, вспомните, что вы хотели манифестировать и просто повторяйте. Вы создатель всего сущего, прояви в моей жизни прямо сейчас и скажите, что вы хотите. Я, например, говорю гармоничных для меня студентов и для группы высокомотивированных, платёжеспособных, которым нужно то, что я предлагаю, то обучение в ноябре 2015 года в количестве больше 15 человек. Скажите сами, что вы манифестируете. потом добавьте для моего наивысшего блага, для высшего блага этих людей, ну вот я этих людей же манифестирую, для высшего блага всего, что есть, для моего безопасного, комфортного, радостного проживания в этом воплощении на планете Земля. «Благодарю, это сделано, 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 покажи мне». Это мы обращаемся так к энергии безусловной любви, из которой всё состоит, к этому свету, которого мы называем создателем или творец. и сейчас представьте, что вы можете наблюдать, как отсюда из источника в вашу жизнь направляется, как гигантская рука создателя поток и вообразите, представьте, придумайте, как сейчас то, что вы манифестировали, начинает происходить. Те люди, которых вы манифестировали, начинают модернизовываться, как будто они идут к вам, открываются все двери, которые были закрыты. То есть эти люди находят путь к вам, либо та деятельность, которую вы ищете, открывается вам. И почувствуйте, как сейчас эта энергия любви растворяет все препятствия и все ограничения. И что становится возможным то, что было невозможно. вы видите это реализованным, потому что по закону квантовой физики то, что вы можете увидеть, пронаблюдать, вот это и происходит. Потому что происходит тогда, когда есть тот, кто это наблюдает. И вы сейчас это наблюдаете. В вашем поле сейчас это все есть. Энергетически это есть уже у вас. И просто наблюдайте, что происходит, как это происходит. в том, что И не только пронаблюдайте, а почувствуйте себя человеком, получающим этот результат. Почувствуйте своё состояние, когда у вас это есть. Увидите себя в этом. Увидите себя делающим то, что вы манифестируете, благодарным. Радующимся тому, что это происходит. И после того, как вы это всё пронаблюдали, то на самом деле быстро всё происходит. Может быть, кому-то ещё нужно время. Давайте я ещё подожду. И после того, как вы увидели себя в этом, поблагодарите себя, поблагодарите энергию любви. И представьте, что сейчас вы можете снова сфокусироваться на этом жемчужном белом свете. И представьте, как сейчас из этого света снова образуется шар. И со скоростью мысли, благодаря вашему намерению, он возвращается в ваше пространство. И вот он уже над вашей головой. И представьте, что он входит в вашу макушку, проходит через всё ваше тело, сверху вниз, наполняя каждую вашу клетку светом, любовью, мудростью, спокойствием, умиротворением, верой, доверием, лёгкостью. И через ваши стопы этот поток жемчужного белого света стекает вниз, доходит до центра земли. И сейчас из центра земли к вам направляется снова мощный поток энергии земли, к удалению земли, который заземляет вас с ног до головы, наполняет энергией земли в каждую вашу клетку, у каждой ваш центр. И через макушку уходит небо. И сейчас снова почувствуйте своё сердце, сделайте глубокий вдох, выдох. И постепенно осознавайте себя здесь, сейчас, в своей комнате, перед компьютером. возвращаетесь, открывайте глаза, лучше улыбнуться, делать вдох, улыбнуться. И напишите что-нибудь, как вы себя сейчас чувствуете, что изменилось, как вы увидели ваш результат, что вы увидели, понравилось ли вам, как вы себя сейчас чувствуете. «Пишите, мне приятно будет обратную связь, когда вы увидели ваш трёх, тогда вам как вы увиделиаю, что вы увидели. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 То есть это есть то, в чём экономить не нужно. И что я вам предлагаю, это тренинг «Живой онлайн». То есть что значит «живой»? Он будет в определённые даты проходить. И по времени, это с 22 по 28 октября, и он трансформационный. Что значит «трансформационный»? Это значит, что на нём мы будем проходить трансформационные практики. То есть это глубокие такие вот практики. То есть это не информационный тренинг. И он, на мой взгляд, жизненно необходим тем людям, у которых есть долги, либо которым не отдают долг. Также он будет полезен людям, которым сложно что-то продать, и они разбазаривают себя за бесценок. Либо людям, которые всё время экономят на своём развитии, которые блокируют себе очень много денег. Но приведу пример, чтобы вы понимали, о чём я говорю. Значит, когда-то у меня был вопрос, нужно ли мне проходить коучинг или не нужно. И я просто могу вам сказать, что я приняла решение, что я его пройду и заплатила, эту программу оплатила вернее. И то, что я вложила в себя, воспользовалась услугами человека, который в этом понимает, это привело к тому, что мои доходы возросли в 4 раза. И да, это не дёшево стоило, это намного дороже стоит, чем вот тот тренинг, который я предлагаю. Предполагаю, но это сработало. А если бы я искала год бесплатное что-то, ещё год, я бы просто продолжала сидеть в том, в чём сидеть. Вот к тому, чтобы вы понимали, о чём я говорю. И что будет на этом тренинге? Мы с вами в первый день займёмся тем, как создаются долги, не только причинами, почему они создаются, но и таким вопросом, как изменить своё состояние, чтобы гораздо комфортнее для себя и экологичнее начать эти ситуации завершать. И в первый день мы будем заниматься вот этой вот темой «Быть или казаться?» И как же выйти из этой иллюзии процветающей жизни и начать действительно создавать изобилие, а не жить в иллюзии. И что конкретно будет в этот первый день? А конкретно в этот первый день вы… кто придёт, узнаете о том, как может ваша безответственность, вообще не любовь к себе, но к корневому уровню и безграмотность финансов задавать проблемы. Также вы осознаете, что первый день это будет работа больше с корневым уровнем. Вы осознаете, что вам нужно прямо сегодня начать предпринимать для освобождения из этого долгового рабства. И примите ответственность за свою жизнь. Также вы определите чётко свои цели по погашению долгов и кредитов и расставите для себя важные приоритеты. Также я вас научу, как себя постоянно мотивировать и поддерживать для получения конкретных результатов. И мы проделаем особую тетапрактику, манифестацию жизни свободной от долгов, она особая будет. И вы получите также инсталляции, то есть загрузки истинных чудовностей, связанных с этой темой. И также вы получите бонус от меня, и он очень ценный. Что это за бонус? Сейчас я вам расскажу. Это лучшие материалы, на мой взгляд, и чек-листы с инструкциями о том, как пошагово освободиться от долгов и кредитов. То есть это, знаете, уже вы не сможете говорить, я не знаю, что делать. Вы будете знать, что вам делать. И у вас появится энергия это делать. То есть вот это итог первого дня. Что будет во второй день происходить? Мы с вами займёмся генетическими вопросами. Ссылка не открывается. Не знаю, сейчас я проверю. Опять проблему кто-то. У меня всё открывается. Маргарита, что за проблема у вас? Всё открывается. Нажмите ещё раз. Такое бывает. Несколько человек одновременно её кликают. Сейчас Лен ты дала, Лена Ермошина. Вот она снова. Открывается всё. Значит, во второй день мы займёмся с вами вот чем. Второй день будет посвящён… У кого не открывается… У всех открывается. Не создавайте опять проблемы с этим хотя бы, друзья. То есть второй день, вот я его так назвала, что я могу, разве это от меня зависит? Все так живут. Это по поводу того, что некоторые люди глобализируют, то есть знаете, как часть чего-то большего себя, что у всех вот так вот, что сейчас что я могу? А я вам могу по-другому сказать. Это ваша задача помочь себе и своему роду восстановить утраченные ресурсы, то есть выйти из этих программ рабства и зависимости. И что будет происходить во второй день? Сейчас я вам скажу. Во второй день вы пройдёте через энергоинформационные очистительные практики, которые помогут вам изменить генетические программы, полученные от ваших предков. То есть в результате вы прочистите вашу родовую линию от выживательных программ зависти и рабства. Вы восстановите баланс в своей семейной системе. Также я проведу практику получения талантов и даров от своего рода и практику активации генома богатства и успеха. И вы получите также загрузки истинных чувств и способностей, связанных с изобилием. Очень мощный будет день. Поверьте, вот реально классные практики получите, кто придёт. И это всё во второй день будет происходить. Дальше. Это всё по 3-3,5 часа. То есть это интенсив, трансформационный. Это не просто что-то послушали, мы делали. А также в третий день мы с вами займёмся кармой, друзья. В таком понимании, что это такое? Это работа с прошлыми жизнями, это все обеты, клятвы, тракты. Это будет полезно, кстати, и во второй день, и в третий. Это тем, кто, наоборот, имеет должника. И те, у кого долги, тоже. И также это будет полезно для тех людей, которые блокируют себе изобилие тем, что они либо халяву создают для других, превращая себя в мученика, либо ищут халяву, теряя время. Понимаете? И что мы будем делать с вами в третий день? Мы будем заниматься с вами уровнем историческим и уровнем души. То есть что такое? Мы с вами в третий день будем делать практики потрясающие, которые помогут вам от исторических и коллективных программ зависимости и рабства, чтобы начать уверенно двигаться к такой свободной жизни. И вы выйдете из замкнутого круга обид и претензий через прощение себя и других, причём это пойдёт, естественно, не от ума, а через тело. Также вы проделаете практику по завершению керамических контрактов. Освободитесь от ответов и клятв, связанных с этой темой данных в прошлых воплощениях. Также я проведу для вас практику, которая поможет вам получить доступ к талантам и способностям создавать изобилие из вашего прошлого воплощения. Потому что у нас у всех были проживания, когда мы были такими изобильными, богатыми людьми, и вы получите оттуда тоже ресурсы. Также мы с вами проделаем практику для того, чтобы вы обрели наставников и помощников вход в том, что вы хотите. И вы получите загрузки истинных чувств, связанных с мудростью и радостью, потому что это та энергия, которая позволяет осознанно и приятно делать те дела, которые сейчас с трудом делаются. И я вам дам потрясающий, великолепный ритуал у нас от долгов, то есть он добавит вам ещё и драйва. И это будет всё происходить третий день. Что будет происходить четвёртый день, а он будет 28-го. То есть вам нужно будет интегрировать вот эти три дня, и поэтому следующий день… Сейчас, подождите, я расскажу сначала, а потом расскажу про оплату, про то, про сё. то есть смотрите, будут подряд эти три дня 22-го, 23-го и 24-го. Это четверг, пятница и суббота, а потом вам нужно будет три дня, чтобы это интегрировалось, и мы проведём 28-го четвёртый день. И что будет четвёртый день? Это будет групповой коучинг. То есть вам станет гораздо легче, но у вас будут вопросы. Что мне делать дальше? И вот в этот четвёртый день мы с вами вот чем займёмся. И вы получите ответы на самые актуальные вопросы, то есть они вот самые будут такие значимые. И осознаете, что же делать дальше. И также мы проведём практику «Круг силы» для исцеления финансовых ситуаций в любовь и творца, то есть вот самые такие критические ситуации. И вы тоже в этом будете участвовать. То есть вы получите опыт ещё и групповой работы, когда вы почувствуете свою силу, что вы можете. Вот. И смотрите, стоимость участия в этом тренинге 12 900. При оформлении заказа сейчас 8 900. И на самом деле этот тренинг, вот эти 4 дня, это, я бы сказала, как 4 тренинга. И практики будут не слабые на нём использоваться. И обратите внимание на то, что я пока сохраняю такие условия, которые показывают, как вообще работает всё в этом мире. То есть смотрите, если вы оплачиваете пакет стандарт, то есть 8 900 в течение 24 часов после оформления заказа, то вы можете получить гораздо больше. Вы получите пакет «Гоу». Смотрите, вы можете сейчас выписать… А, вопрос, Маришка. Я буду проводить на YouTube площадках «Хэнгаус» называется. То есть это как по телевизору буду с вами работать. И периодически буду также слайды включать. Запись, конечно же, будет, да. И это будет не такая площадка, как здесь, а это будет «Хэнгаус». это самое современное. То есть это возможность вот меня видеть как в телевизоре. И это возможность также, ну, более крупно слайды видеть. То есть это ну, самая такая модернизированная площадка. Вот мне её предложили, я её взяла. Вот. Запись, конечно же, будет. Смотрите, сейчас некоторые инфопредприниматели, которые ведут тренинги, они только в личном кабинете вы можете это посмотреть без возможности скачать. Почему это делается? Потому, ну, чтобы не гуляла это по интернету. Но я буду записи отправлять, то есть мы провели день, и я сразу утром буду на следующий день отправлять записи. То есть и записи в ваше пожизненное пользование пойдут. И смотрите, услышите, пожалуйста, то, что я скажу, что вы можете, смотрите, у меня так построена страница, что вы можете оплатить участие в этом тренинге в течение пяти дней с момента оформления заказа по выбранному тарифу, то есть по выбранному пакету. То есть вы можете оплатить 8-900 в течение пяти дней. Не вопрос. Но если вы хотите больше, то вы можете оплатить в течение 24 часов, то есть в течение суток, и тогда на пакет больше. То есть если вы оплачиваете в течение суток 8-900, то вы получаете гол. Если вы оплачиваете гол, сейчас я расскажу, что туда входит, то вы получаете VIP. То есть обратите на это внимание. И как вообще работает пространство, услышите, пожалуйста. Тех, кому надо подумать, пространство оставляет дальше думать. И поверьте, что в области думания ответы на ваши запросы не лежат. Они лежат глубже. Я вам рассказала причины, где лежат ответы. И часто эти причины неосознаваемые абсолютно. Что значит неосознаваемые? То, что человек их даже не может осознать. И для этого нужен тренер или нужен терапевт, чтобы вам помочь не только это увидеть, но и помочь это отпустить, завершить. И в чем ценность? Значит, смотрите, вы можете вообще не оплачивать, тогда не выписывайте, пожалуйста, заказ, чтобы не нужно было вам звонить. Если вы хотите, вы можете оплатить в течение пяти суток, а можете получить больше. Что входит в пакет Go? дополнительно вы получаете запись моего практического мастер-класса «Золотые зерна финансовой мудрости». Это о том, как создавать финансовую свободу, то есть пошагово. Также вы получаете запись мастер-класса, все это тоже со скидками. Как инвестировать выгодно, вся правда и ложь об инвестициях. То есть это все на сумму четыре тысячи рублей. То есть смотрите, если вы оплачиваете 8900 в течение 24 часов, то вы получаете на 12900. То есть получаете пакет Go. Теперь про пакет VIP. Смотрите, к нему добавляется еще тренинг посвящения энергии денег в ваших руках, плюс к нему добавляется личное общение с тренером по скайпу в течение 8 дней со мной. возможность задавать вопросы, получать личную обратную связь. Я еще приняла решение, что я еще с теми, кто подходит в этот пакет VIP, получасовую еще сессию проведу, чтобы вам еще было интереснее, чтобы вы перестали бояться, что вы не справитесь с вашей ситуацией. Смотрите, значит, и еще раз вам напоминаю, что стоимость 8900, если вы оформляете заказ и оплачиваете в течение 5 суток 8900, то вы проходите этот тренинг, получаете написи «Все бонусы от меня», «Бонусы вам понравятся» и участвуете во всех этих процессах, в записи это тоже будет работать. Либо же вы можете ускориться, если вы оплачиваете 8900 в течение суток, вы получаете на 12900, то есть получаете еще вот эти в записи два мастер-класса, которые вам реально очень пригодятся. Если вы хотите получить от меня обратную связь, если вы хотите получить сессию, еще и запись тренинга посвящения, кстати, это вот в нем концентрат из мета-бизнеса, это то, чему я у мастера-класса обучалась, то вы можете оплатить 12000 и получаете VIP, то есть оплатив ГОУД, вы получаете VIP. Сейчас подождите, я как оплатить расскажу я вам напоминаю, что если вы хотите больше, то нужно просто начать действовать. И я еще раз говорю, что я не заставлю вас занимать, я не буду вас так активировать и мотивировать, решать вам. То есть единственное, что могу сказать, что если вы не поменяете своего состояния, свое сознание и не уберете вот те дыры внутренние, которые как программы, о которых я говорила, создают вот эти вот ситуации, то в принципе ничего меняться не будет и когда-то вам все равно придется начать этим заниматься. Услышьте меня, пожалуйста. И что еще хочу добавить, да, теперь давайте об оплате. Знаете, у меня сегодня сбой на странице, когда вы будете, ну вот на странице, куда вы кликаете и там выдает только форму оплату платеж на банковские реквизиты. Значит, вы можете оплатить разными способами. Вы можете оплатить и на сберкарту, можете оплатить на что срочно на Яндекс.Деньги, можете на Пайпал, хоть куда можете платить. и если Елена поможет Ермошина или Алла Соболева, кто обзванивает, то они вам предложат различные формы оплаты, то есть их там много. И Сбербанк, и Пайпал, и Манеграм, и Золотая Корона, то есть пусть вас не смущает, что там только банковские реквизиты, потому что сбой на странице. То есть можно хоть как. Вот. И смотрите, есть люди, у которых нет долгов, но у них есть задача, знаете, вот как будто уперлись в потолок. Я проводила, ну просто дослушайте, имейте терпение, пожалуйста. У кого нет долгов, это здорово, но есть куда расти. есть иногда бывает у человека такая вот проблема, что знаете, вот рос, рос, рос и уперся в какой-то вот предел, и дальше ну никак. То есть вот хоть ты лопни, хоть ты тресни. То есть это говорит о том, что ваше подознание, оно вот эту планку удерживает и всё. И я проводила в сентябре тоже живой онлайн-тренинг с 17 по 22 по 22 сентября он трансформационный, это интенсив, то есть мы тоже делаем там очень много практик. И также там шикарный бонус о том, как создавать растущий доход, о том, как создавать себе хорошую финансовую историю, то есть это для тех, кто стартует не с долгов. Друзья, обратите внимание, но у нас были люди на этом тренинге, которые стартовали с долгов. И у них очень много начало решаться всего. И вы можете отзывы почитать об этом тренинге. Это на самом деле отзывы живых людей, я не придумываю ничего. И отзывы, конечно, расскажут вам о том, что они на этом тренинге получили. И записи четырех занятий практических длительностью по три с половиной часа, это сплошные практики, и все это в записи работает. Вот. И значит, также здесь есть бонус, лучшие материалы по денежной арифметике финансовой мудрости, которые очень-очень-очень классные. И что тут по этому тренингу, он в записи, я его оцениваю тоже в 12 900, и вы можете оформить заказ 6900. И на этот тренинг, вот вы услышите, у кого нет долгов, такие же условия сегодня распространяются. То есть вы можете также 6900 оплатить в течение пяти суток, и вы получите все. Можете оплатить в течение суток, вы получите тогда на пакет выше. То есть обратите внимание на это, потому что я всегда, как и Вселенная, поддерживаю людей, которые уже действуют, а не тех, которые думают. Те, которые думают, ну думайте дальше. То есть я не говорю, что вы должны все бросить и бежать на этот тренинг. То есть почувствуйте сами. Но если вы уже, как говорится, хотите и знаете, что вам все равно такое обучение либо такие процедуры проходить надо будет. И что ждать? То есть если у вас все впереди, ну тогда впереди. решать вам. То есть иногда бывает по приоритетам у человека надо еще на жизнь занять, либо там один долг другим закрыть. Если это так сейчас обстоит, сделайте то, что у вас по приоритетам. Можете потом купить записи, либо что-то другое начать проходить, но вам все равно этой темой придется заниматься. Я знаете, что скажу, что когда допустим я провожу гостевые вечера, скажем, тренингом по патихилингу, когда люди спрашивают, говорят, я хочу, но сейчас у меня нету на это времени или нету денег, и спрашивают, когда в следующий раз это будет. Я обычно отвечаю, что в следующий раз, вот я помню, знаете, мне так было смешно, когда люди в Екатеринбург якобы не могли, хотя они живут в Екатеринбурге. Это убеждение, что им должно что-то мешать. И они задают вопрос, а когда в следующий раз и где, я говорю, в следующий раз в Нью-Йорке, пожалуйста, приезжайте в Нью-Йорк, вы бы видели выражение их лиц. То есть, пожалуйста, вот есть возможность у вас у себя дома проходить тренинг, не надо никуда ни в Нью-Йорк, ни в Екатеринбург, если вы живете в Израиле. И это про то, что услышите, что если вы в принципе это хотите, в следующий раз вам все равно нужно время этому будет уделять. И все равно это будет иметь свою стоимость. И, может быть, подумайте, что просто не смотря в эту сторону и не переобучая себя, теряя время, вы теряете возможность эти вопросы решать быстрее. Ну, просто я вот говорю вам вот как чувствую. И что еще хочу добавить? Время есть, да, пожалуйста, пять суток либо сутки, либо сами смотрите, нужно ли это вам или не нужно. Завтра это такое вообще место мистическое, друзья, где хранится вообще все. Обратите внимание, сколько там всего. Вот. И я про то, что, да, конечно, жить можно медленно и расслабленно, но если понимание того, что ждать, она слишком коротка. И я еще хочу вам сказать, что даже несмотря на то, какая у вас ситуация сейчас, она отражает лишь то, что вы сделали вчера, но вы можете начать прямо сейчас создавать другую историю. И кроме вас никто этого не сделает, друзья. Ну и что, и по окончанию нашего вечера я хочу вас поблагодарить за то, что вы провели этот вечер со мной. И помните, что вы самый удачный человек. Почему я это знаю? Потому что вы живете в такое время, когда действительно работает такой закон, что пока мы живы, все можно изменить. И сейчас для этого очень много знаний, практик, методик. и вселенная действительно для вас любит. И знаете, что если вы хотите, то возможно все изменить. Но если вы не хотите, никто за вас этого не сделает. И если вы хотите сами себе помочь, то вам помочь можно. Но знаете, это как Карнеги сказал, невозможно помочь тому, кто сам себе не хочет помочь. это как то же самое, если человек не хочет подниматься по лестнице, ну насильно же его не будешь тащить. И поэтому решайте, но то, что вы живете в это время и имеете тело в это время, это большая удача, правда, поверьте. И сюда в очередь стоят, а вы вот живете. Но то, куда вы свою жизнь растрачиваете, вот это тоже нужно осознать. И я желаю вам изобилия и процветания. Еще раз вас благодарю. Если вы хотите, то вы просто оформляйте заказ, а завтра с вами свяжутся и помогут вам оплатить. Если вы не хотите, посмотрите просто возможности, как вы можете это решить, но все равно начать что-то делать, вместо того, чтобы думать. То есть манифестируйте, приобретайте новые знания. И в любом случае я желаю вам изобилия и процветания. И знаю, что вы этого достойны. Вы действительно достойны большего. Не долгового рабства, не иллюзий процветающей жизни, а достойной жизни, в которой есть изобилие и процветания. И я желаю вам всего самого классного. И я с бою провела для вас сегодняшний вебинар. И разрешите с вами попрощаться. Я уже хочу отдыхать. Всего вам доброго. И если Елена Эрмошина захочет с вами поговорить, я думаю, она захочет, я ей передаю слово. Всего вам доброго, друзья. Я вас люблю. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне Лена Ермошина написала, что у нее звука нет, то есть, что ее не слышно. Она пыталась подключиться, поэтому я за нее говорю, что она не потому не вышла с вами пообщаться, что не хочет. Она не может, сегодня Галина Просперитес не смогла с вами пообщаться, у них какой-то сбой, и у Лены не получается выйти. И если какие-то вопросы у вас есть, давайте мне что-ли задайте. А вот Лена пишет, что у кого вопросы, пишите скайп Галины Просперитес, скайп Елены. Лена не может с вами пообщаться, но я могу. Связаться всегда можно. Вот вам дают контакты. И давайте тогда будем уже отдыхать с вами. Я благодарю еще раз вас за то, что вы это так, жду утра, там есть деньги, мои новые возможности, они меня ждут. Ну, здорово. Еще раз вас благодарю. Смотрите, каждая, чтобы вы понимали, каждая ваша фокусировка на том, что для вас ценно, значимо, даже на таком безоплатном вебинаре, это большой поступок. И что я хочу добавить, что если вы сфокусируетесь на глубинных вот таких вот практиках, если вы инвестируете в это, то результаты будут намного выше. Ну, я просто знаю это по себе. И, конечно же, выбирать вам, и никуда я вас не загоняю, не мотивирую, я просто, если вы придете, буду очень рада вам помочь. Давайте тогда я уже спать пойду, умываться. Я сегодня еще живой тренинг проходила у Саймона Розы, и вебинар провела, хочу отдыхать. Всего вам доброго, доброй вам ночи, и Лена не сможет присоединиться сегодня на арене Коярис вечер. До свидания вам. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова